Продолжение следует... 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 и выявили для себя ключевые показатели эффективности материала для применения. Ну и в частности на слайде представлены те параметры, за которыми мы очень четко следим, чтобы удовлетворять потребности наших клиентов. Ну и в частности, современная арматура не только должна обеспечить просто надежность, но также отвечать должна и по коррозийной стойкости, по применению в различных климатических условиях и легко идентифицироваться и обеспечивать огнестойкость, огнесохранность конструкции и сооружений. И в принципе мы работаем над тем, чтобы все это обеспечивать и, скажем, чтобы это все было и понятно для наших клиентов. То, что мы готовы удовлетворять потребности наших клиентов, это не пустые слова. Мы производим нашу продукцию, ну и до недавнего времени точно производили ту же арматуру, не только по отечественным стандартам, но также это делали по всем мировым статусам, по всевозможным мировым стандартам, включая европейские нормы. Арматуру мы поставляем как в бунтах, так и в прутках, в зависимости от вида арматуры и ее диаметра. Наш ассортимент включает как рядовые виды арматуры, так и специализированные продукты. В частности, наш брендовый продукт, арматура А600С, армонорма. Так исторически сложилось, что основным потребителем этой арматуры является аэросатом. Это произошло не случайно, то есть арматура превышает по основным показателям арматуру по А600С, по ГОСТу. И это весьма успешно используется при реализации объектов атомной инфраструктуры. В частности, она превышает ГОСТовские требования по прочности и текучести, имеет более высокую хладостойкость до минус 100 градусов, и имеет высокую пластичность в сочетании с прочностью. На слайде приведены сравнительные характеристики относительно стандартных ГОСТовских продуктов. В принципе, цифры все представлены на слайде. Наши характеристики, они получаются не случайно. Это целевой продукт, который был разработан вместе с НИЖП имени Гвоздева. Была разработана уникальная марка стали 20G2S FBA. Продукт является нашим запатентованным. Следующим, одним из продуктов уникальных, также является арматура А800ТР. Это аналог арматуры А800Т для преднапряженных конструкций. Особенность обеспечения свойств по релаксации напряжений. То есть в течение времени напряжения в арматуре не падают, что позволяет как раз применять ее в преднапряженных конструкциях. Также мы имеем в своем ассортименте уникальный продукт, арматуру Крионикс АК500, который имеет подтверждение своей хладостойкости до минус 165 градусов. Испытания проведены не только в отечественных институтах, но также в европейских центрах, в частности, Бринский технический университет Ахина и университет Люксембурга. Такая арматура может применяться в различных объектах переработки сжиженных газов, где требуется криогенная стойкость. Ну и переходя ближе к тематике данной сессии, также нами, ну то есть сначала мы выявили с выходом ГОСТа 34.028 потребность, ну скажем так, в нормах заложена потребность в новом виде арматуры. Это сейсмостойкая арматура, она прямо так в ГОСТе прописана. Ее отличие от рядовых продуктов, что она при максимальных напряжениях имеет увеличенное относительное удлинение. В частности, арматура с индексом N имеет относительное удлинение при сигму максимум не менее 5%. Арматуру мы освоили еще в 2021 году, в этом году пройдена сертификация. Ну и также мы освоили арматуру с индексом Е, которая обеспечивает уже относительное удлинение не менее 7%. Все это требуется для применения, соответственно, в регионах с сейсмикой 8 баллов. Применять арматуру с относительным удлинением не менее 5%, для 9 баллов не менее 7%. Все это заложено непосредственно в требованиях СП-14. В принципе, вот выдержка непосредственно из последних изменений, пункт 6.7.6, где четко прописываются требования. К сожалению, ни эти требования здесь не увязаны с индексами, которые указаны в ГОСТе 34.028, но это уже оставлено на ответственность проектировщиков. Практика нашего общения точно по объектам, которые строятся в таких регионах, включая там объекты повышенной опасности, показала, что, во-первых, не все проектировщики доходят до изучения ГОСТа. Вторая проблема, то, что даже если проектировщик закладывает такой материал, приходит подрядчик и, выкручивая руки проектировщика тем, что такой продукт на рынке не купить, заставляет согласовывать замену на стандартную арматуру А500С. Но, к сожалению, делать такого категорически нельзя, потому что надо понимать, если мы говорим про арматуру А500С, которая выпускалась по ГОСТу 52-544, то там все требования применялись одновременно. То есть это требования по коррозийной стойкости, по работе на выносливость, выдерживание более 2,5 миллионов циклов нагружения. Это те же требования по пластичности, все было в одной аппаратуре, включая свариваемость, и обозначалось как арматура А500С. С ГОСТом 34-028 пошли по пути европейских норм, где каждое свойство выделили в отдельный индекс. И в результате у нас сейчас есть такие, скажем, разночтения, например, те же СП на проектирование сооружений берега укрепления, где практически все конструкции рассчитываются на выносливость. Никаких требований по материалам о том, что арматура должна тоже удовлетворять требованиям по выносливости. Их просто нет. Ну и еще один такой показательный факт. Мы собрали статистику, сколько всего квадратных метров строится в 2022 году в регионах с сейсмичностью 8-9 баллов. При среднем расходе арматуры получилось, что требуется применить более 3 миллионов тонн этой арматуры. И что самое интересное, при этом вообще на рынке РФ на все виды специальной арматуры запрос всего на 50 тысяч тонн. То есть получается, что фактически все эти 3 миллиона тонн закладывается арматура, которая не удовлетворяет требованиям СП-14 по пластичности для применения в регионах сейсмикой 7-8 баллов. У меня на этом все, коллеги, спасибо. Хотелось бы просто обратить внимание, то есть что сегодня неоднократно уделялось внимание, что даже при заложенных системах демпфирования бывают разные ситуации, когда там эксплуатация что-то дорабатывает, что система перестает работать. И поэтому на надежность применяемых материалов, на соответствие их нормам тоже стоит обращать внимание. Спасибо. Спасибо. Два вопроса. Первый. Меня немножко насторожило, что по выносливости арматура не нужна, не работает. Вот поясните, пожалуйста. Поясните. Вот сейчас я закончу. Действительно ли она может работать на 2 миллиона циклов и так далее, и так далее. То есть можно ли использовать их, грубо говоря, в железнодорожных мостах. И второй вопрос. Близкий к этому, но не совсем. Можно ли арматуру, вот хотя бы А500, про А600, А800, говорить нечего, стыковать в стык контактной сваркой методом уплавления, с зачисткой либо без зачистки? Первое, про работу на циклику. Просто если мы хотим получить арматуру, которая выдерживает госсовское испытание на 2,5 миллиона циклов, у этой арматуры обязательно должен быть в аббревиатуре индекс У. То есть она должна быть там СУ, там СНУ, если это совместно с ЕСНК, но он обязательно должен присутствовать. Если его нет, то арматура не испытывалась на циклику. Это первый момент. По свариваемости. Арматура А500С, она уже обязательно должна свариваться с ЦИП. Но в частности, наш продукт Армонорма, арматура А600С, она тоже сваривается всеми видами. И в частности, мы проводили такую работу совместно с мостоотрядом 11 в Тюмени и НИИЖБО. То есть мостоотряд не смог с первой попытки сам сварить эту арматуру, все стыки. Подключили НИИЖБО, он подсказал по настройкам оборудования, и все стыки получили. Эта работа еще в 2019 году была проведена. Спасибо. Можно вопрос? Шевченко Андрей Викторович, Катавер Забетон. Вы упомянули, что проектировщики пугаются применять эту арматуру, допустим, с индексом Н. Ну да, конечно, ее надо изучать. ГОСТы надо знать. Некоторые не доходят до этого. Ну, текучка. Такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а у Вас есть пособие именно по расчету на сейсмические воздействия? То есть как учитывать в реальных расчетах хотя бы на руках вот эту предельную растяжимость, которая и нужна в этих случаях? Повышенная. А можно вернуть презентацию? К сожалению, ну не к сожалению, а просто СП-14 не устанавливает учет при расчете. И там просто установлены требования. Я объясню физический смысл этого. То есть чем больше относительного удлинения при сигма максимум, тем более пластичное происходит разрушение арматуры. Просто, чтобы не было отрыва. Это мы прекрасно понимаем. Но как это методически нужно внести в СП-63, в СП-14 и так далее? Ну и в лучшем случае, чтобы облегчить участь проектировщика, допустим, нажать на волшебную кнопку, чтобы оп. Смотрите, в СП-14 эти требования учтены. СП-14 учитывает это требование и конкретно, сейчас, пункт 676 СП-14, последняя редакция, он прописывает, с каким именно относительным удлинением арматура должна применяться. То есть в расчете это не учитывается, не при подборе арматуры, это просто фактически установлены требования. Ну как, допустим, мне нужно доказать, допустим, заказчику, что вот, товарищ, если ты поставишь А500, то у тебя балка разрушится и реконструкция разрушится хрупкая. А если я поставлю, допустим, А500СН, то она у меня будет в запроектных воздействиях и при сейсмике работать более безопасно. Где это можно почитать? У вас есть НЕОКР какой-нибудь или хотя бы посмотрите, или исследование? За исследованием это, ну, изменения вводили не мы, мы металлурги, то есть наша задача не отставать от норм введенных. Ввели нормы непосредственно ЦИНИСК в части изменения СП-14. Требования, вот это, обоснованно, ну, грубо говоря, за аналог брали нормы европейские, а дальше проводили исследование уже ЦИНИСК. Глубоко я не погружался, но с точки зрения доказательства заказчику, даже в последнее постановление к ФЗ-384, вот этот пункт остается обязательный для исполнения. И то есть неисполнение этого пункта фактически является нарушением ФЗ-384. Ну, вот сейчас проектировщики как раз и ухитряются. Они говорят, а давайте мы сделаем, допустим, высоту сжатой зоной меньше, то есть они вот так вот уже играются, именно с арматуры А-500, вместо того, чтобы нормально это сделать. Поэтому хотелось бы пожелать, чтобы вы хотя бы методическое обеспечение сделали, ну, или ваши научные партнеры. Здесь точно надо запрашивать это в адрес ЦИНИСКа. Здесь ничего, скажем, ЦИНИСК открыт для общения. И, в принципе, скажем так, требования установлены, мы им соответствуем. Если требуется помощь проектировщикам, то проектировщикам тоже стоит обращаться к ЦИНИСКу. Они не всегда понимают этот запрос. Вот представьте, вот сотня проектировщиков напишет, он закидает письма в ЦИНИСК. Лучше написать хороший алгоритм, и чтобы его автоматизировать, наверное. Это проблема, это вот у всех проектировщиков. Коллеги, согласен с Андреем Викторовичем, здесь ситуация-то какая. Дело в том, что с одной стороны вот такое требование есть, и оно фактически нам говорит о том, что в проектной документации мы должны написать такую арматуру. Но при этом в расчетах никакого отличия нет, и формально мы можем выполнять расчеты просто А500С, и ничего не говорить вообще о том, каким образом, какие буквы у нас. Вот если вы расчетные программы возьмете, я думаю, разработчики подтвердят, ни СН, ни СУ, ни СЕУ там не присутствует. Там стоит А500С, все, ребята, забыли. Вот, поэтому тут вопрос в том, что вот это требование, с одной стороны, оно есть и должно выполняться, с другой стороны, проектировщики, как некий вариант исследователя, не знают, а на что это вообще влияет. И поэтому они не могут использовать даже преимущество той арматуры, которая есть. То есть они вынуждены, знаете, микроскопом гвозди забивать, все равно тяжелый, да, и сказано, что только микроскопом забивать. Но при этом они понимают, что как-то не так, может быть, микроскопом что-то можно лучшее делать. Вот именно в этом. И производители арматуры обращаются, например, к нам за тем, чтобы мы разработали методику, которая будет учитывать вот эти аспекты с этими нюансами. И мы как бы не хотим вариться в этом случае одни, да, и хотим, чтобы кто-то еще подключался. А этот пункт ввел НИИШП, не ЦНИИСК. То есть, естественно, когда ЦНИИСК разрабатывает нормативные документации, он собирает, собственно, пожелания от других, ну, в принципе, от специалистов, от сообщества. Проблема в том, когда, я не говорил, вот Рустам Тагановича нет, а я думаю, он бы меня поддержал, что зачастую эти предложения принимаются без должного обсуждения и без должного обоснования. Это как бы, ну, бич текущего нормотворчества, прямо скажем. Да, это очень важная тема, Николай Николаевич. Ну, у нас регламент, извините. И, Николай Николаевич, следующий ваш доклад, Backlife, Николай Николаевич, это бы я. Спасибо. Железвитон, спасибо большое. А он просто перекликается, поэтому я так спокойно к этому... Итак, мой доклад сегодня будет меньше нести уникального, будет меньше говорить о каких-то супер-упер решениях. Я буду говорить о проблеме, которая, ну, с моей точки зрения, тормозит вообще развитие системной изоляции. Дело в том, что сегодня мы начали с того день, что мы сказали о том, что система, необходимость и, ну, скажем, обоснованность применения тех или иных систем фильтрации системического воздействия или ее снижения воздействия, да, мы должны принимать осознанно, да, и анализировать те, ну, скажем, предпосылки, которые у нас есть, насколько работает или не работает эта система, каким образом она, собственно, должна работать, как мы ее хотим запроектировать. Поэтому я хотел бы обратить внимание на вообще текущую ситуацию. Вот приходит проектировщик, да, обычный. То есть ему говорят, давайте мы поставим систему сейсмоизоляции. Каким образом сам проектировщик может оценить ее? Он вынужден пойти в одну, две, три организации, которые занимаются разработкой системы сейсмоизоляции и верить им на слово. То есть мне кажется, что очень важным является наличие инженерной методики, обоснованной, внесенной в нормы, которая позволяла бы оценивать хотя бы базовые случаи применения сейсмоизоляции. Ну, понятно, система сейсмоизоляции, вот я для себя это называю, система, снижающая интенсивность воздействия, передаваемая на сооружение. Понятно, что мы не меняем бальность, мы не меняем грунтовые условия, да, нельзя говорить, что у нас стала сейсмика для верхней части 5 баллов. Но я считаю, что это неправильно. Бальность это категория площадки, на которой мы строим. Бальность осталась тоже. Но воздействие претерпело определенные изменения. Я, собственно, свой доклад в нем рассматриваю только пару типов, но они на сегодняшний день самые распространенные. Это связано в том числе и может быть с лоббистскими какими-то вещами, но не суть. Суть в том, что эта ситуация, она проецируется и на остальные системы сейсмоизоляции. Если мы заглянем сейчас в нормативный документ, в СП-14 чуть ниже мы это увидим, то мы не увидим четких, скажем, критериев, когда, какую систему применять, какую нельзя применять, и подобные требования, которые должны, по идее, быть в нормативной документации. Но понятно, что у нас, когда мы говорим об оценке сейсмического воздействия, у нас можно опираться на нормативные спектры ответа, которые приведены в нормах, или на реальные землетрясения. Я больше ратую всегда за нормативный подход по вполне себе простой причине, потому что реальные землетрясения могут отличаться для разных условий, для разных зон. Не всегда именно в этой точке были зафиксированы землетрясения соответствующей интенсивности, а если с меньшей интенсивностью, то не всегда их можно экстраполировать на большую и так далее и тому подобное. Ну, это просто как пример. Основной документ, как уже упоминалось сегодня неоднократно, это СП-14. И он постепенно, потерпевая определенные изменения, разработчики пытаются в том числе поставить туда и какие-то требования, связанные с учетом систем сейсмоизоляции, но они носят очень общий характер, очень общий характер. То есть каких-то конкретных вещей, что, как делать, в каком объеме и так далее, там не приводится. Должен быть спроектирован так, что при максимальном горизонтальном причине воспринимались максимально минимальные статические вертикальные нагрузки. Это даже не расчетная ситуация. Это просто жить надо хорошо. Все. Здание сооружения сейсмоизоляции. Наконец-то в 2018 году появились строчки, которые относятся к сейсмоизоляции. И обеспечение сейсмоизоляции учитывается просто коэффициентом. Никаких требований по тому, как оно должно быть расчетано. Какая интенсивность воздействия. Могу ли я считать по спектрам или я должен считать в нелинейной постановке. Какие допущения могут быть использованы. Ничего здесь такого нет. Пытались коллеги из СНИСКа разработать СП по зданиям сейсмостойким сейсмоизолированным. В принципе они есть в доступе в интернете. То есть это можно на сайтах, где размещаются нормы, посмотреть и оценить. На самом деле здесь попытка сделана. И попытка в том числе и, кстати, построение зависимости, характеристик и так далее. Они достаточно простые. И в основном, конечно, ориентированы на резинометаллические опоры. Они как базовые, особенно в середине десятых годов, очень много-много используются. В принципе, где-то с 2000 года по 2015 может быть очень большое количество. Очень бурное было развитие систем сейсмоизоляции. И в принципе по количеству в основном это были резинометаллические сейсмоизоляторы. Хотя на самом деле проскакивали и другие. И сейчас вот разнообразие я с удовольствием услышал в докладе, что разные варианты используются в разных случаях и так далее и тому подобное. Допускается. Причем это на самом деле не то, чтобы это изобретение. Вот эти диаграммы, которые приведены были в СП, они как добавление. А на самом деле большая часть этого СП была калькой с еврокода. Еврокод номер 8, раздел 10, по-моему, если мне не изменяет память. В нем описан подход к расчетам сейсмоизоляции. И, кстати, достаточно, ну с моей точки зрения, нормально прописаны требования. Когда можно, не требования даже, а условия, при которых можно использовать те подходы, которые там изложены. Что очень важно. На самом деле ведь важна не только методика как таковая, но важное ограничение их применимости. Уйду чуть в сторону и вчера у нас неоднократно, и сегодня я буду скользко упоминать, вопрос учета пульсации ветровой нагрузки. И если мы откроем нормы, сегодняшние наши, то мы увидим, что вся пульсация у нас зашита в одной плоскости. То есть у нас рассмотрена одна плоскость наветренная, и для нее рассмотрена пульсация. Сколько этих плоскостей? Как они ориентированы друг к другу? Какие эффекты в этом случае могут возникать? Все, идите дуйте, продувку, все, без всяких вопросов. Причем это даже нет для вопросов прямоугольного в плане здания. А что уж говорить о более сложных структурах. То есть для треугольного здания-то нет. Треугольное здание, если вы захотите посчитать в плане, в общем оно треугольное, в нормах нет коэффициентов С для его обтекания. То есть, ну, тогда сделайте ограничение, чтобы пульсацию учитывать только вот так и только тогда. А мы дальше идем в программные средства, в которых есть реализован алгоритм, и он для любой формы здания берет и применяет этот алгоритм. Можно его применять? Не знаю, я не специалист по ветру, да, и не могу сказать о том, насколько вот эти вот нюансы учитывают срыв вихрей и так далее и тому подобное. Но тем не менее, ушел в сторону. Упрощенная методика там тоже присутствует. Понятно, что мы можем линеризовать в неком диапазоне поведения систем сейсмоизоляции, тех, о которых я говорил, да, с вот этой билинейной, можно так сказать, билинейным вариантом работы. И дальше с этим работать. Ну, здесь и ограничения по периодам, и ограничения по жесткости. Потому что, на самом деле, вот сегодня упоминало, неоднократно коллеги упоминали о том, что для высоких зданий система сейсмоизоляции неэффективна. Это связано с достаточно простым вещам. Субструктура... Ой, прошу прощения, я выключил ситуацию. Да, там требования есть по жесткости не только неизолированной части, но и жесткости изолированной части. То есть, жесткость изолированной части должна быть намного выше жесткости системы сейсмоизоляции. Иначе это не работает. Если они сопоставимы, а в случае с гибким зданием это вполне возможно, то, естественно, сейсмоизоляция не работает, и толку мне никакого нет. Мы посотрудничали с низком имени Кучеренко по расчету здания с учетом сейсмоизоляции, и, как мне кажется, достаточно адекватно решили эти задачи. Но там была... Ну, чуть ниже будет пример, будет понятно, что за задача. Так вот, у них есть своя методика преобразования. То есть, они предлагают, и в СНИПе это прописано в том числе, ну, в таком неявном виде, что можно разделить систему на неизолированную и изолированную части, и изолированную часть посчитать отдельно путем преобразования сигнала. То есть, грубо говоря, мы воздействия, которые к нам приходят по СНИПу, преобразовываем в некий вариант другой, по частотному составу, по интенсивности, и на этом модифицированном воздействии выполняем расчет изолированной части. Нормальный подход? Да, вполне нормальный. Другое дело, что эта, скажем так, часть, связанная с ее преобразованием, она достаточно простая, во-первых. Во-вторых, она, ну, фактически разваливается просто на две ветки. Опять мы имеем дело с билинейной диаграммой. Да, они обе наклонные, но, тем не менее, это всего лишь две линии. Она не учитывает в полной мере все нелинейные эффекты, которые там есть. Да, вот четко такая-такая-такая ситуация. При этом, у них, естественно, есть определенный мат-аппарат для такой обработки, они выдают уже модифицированное воздействие, которое достаточно сильно снижается. Ускорюсь, спасибо большое. И приходят все равно вот к такому, к такой кривой, ну, к такой линейной зависимости, и дальше мы выполняем расчеты уже в обычной спектральной области. В точках, где мы ставим сейсмоизоляторы, предусматривается жесткое закрепление для того, чтобы мы корректно передали это модифицированное воздействие и с ним работаем. Но дальше, конечно, вручную редко кто целое здание считает на сейсмику, поэтому мы приходим к тому, что это должно быть в расчетных программах, это должно быть в неких методиках. И здесь есть нюанс, связанный с тем, что вот эту жесткость мы должны учесть не только при сейсмике, но и при обычных воздействиях, при ветре статическом, при ветре пульсационном и так далее и тому подобное. Ну и часто, как вот сегодня уже обсуждали, предусматриваются дополнительные демпферы, дополнительные упоры, да, все эти условия тоже, естественно, должны быть учтены. Ну, то, что реализовано в программах, насколько мне известно, может быть коллеги меня поправят, я здесь условно написал лиро сапр, да, потому что и в лире 10 и в лире сапр есть подобные подходы, это когда мы выбираем парами конечных элементов, да, когда у нас два параллельных конечных элемента с разными свойствами, якобы моделируют вот такую вот вещь. Но тут мы видим два элемента, 55 и 255, и мы понимаем, что на самом деле у нас моделируется только часть, связанная с вот этой частью и вот этой, а дальше мы пошли дальше, да, то есть вот этого ограничения, связанного с тем, что у нас вот в этой точке, вообще говоря, должно разрушиться, оно не присутствует, и мы вынуждены сами в ручном режиме это делать контролировать. Кроме того, это связи, связи, ну, в основном горизонтальные, что происходит с вертикальным, да, поскольку мы уже видели, что для, ну, в ситуации, когда мы применяем систему сейсмоизоляцию, верхняя часть тоже должна быть достаточно жесткостью, у нас помимо горизонтальных колебаний возникает повороток, об этом тоже сегодня говорили, да, то есть у нас поворот относительно собственной оси, и у нас наши опоры начинают работать на растяжение сжатия. Во-первых, не у всех опор есть данные от производителей по поводу работы на растяжение, во-вторых, это пиковые нагрузки, на которые прям сильно-сильно кратковременно, на которые не всегда обращают внимание, в том числе и те, кто выполняет расчеты, я имею в виду не себя, а другие организации. Ну, развиваются в лирии, и вот вместо двух элементов можно задать один элемент, у которого есть соответствующие пределы, но при этом опять у нас в данных, которые здесь задаются, только один предел, да, то есть изменение жесткости, а второй предел относительных деформаций нет. Ну, другая ситуация, микрофест и декон, ну или сейчас это inch.ru, там есть возможность полный гистерезис, но это работает только в рамках прямого динамического анализа, что затрудняет, в принципе, расчет, потому что, во-первых, это расчет на акселерограмму, во-вторых, ну и, соответственно, я должен сначала выполнить какой-то динамический расчет, да, и потом по нему скорректировать воздействие, и это, естественно, уже полная модель с учетом сейсмоизоляции. И в случае в лире, и в случае здесь она должна быть рассчитана. Да, вот такие методики присутствуют. Здесь уже присутствуют предельные перемещения, при которых это выключается, и присутствует такой параметр, как компенсационная жесткость. На самом деле, если мы используем расчет разложения по формам, то мы должны сначала расчет на собственные колебания, и в этом случае лионеризованная жесткость принимается для того, чтобы получить базовые характеристики, динамические характеристики системы. Маленький пример, мы с ним работали. Здесь изолируемая, неизолируемая часть, при этом, видите, она не сильно многоэтажная, да, но она неравномерная по жесткости, поэтому, собственно, здесь и перешли к установке систем сейсмоизоляции, но при этом она достаточно жесткая. И это подтверждается еще и тем, ну, здесь описание, я пропущу тогда вот такие опоры, такое расположение, этот снизг в том числе нам выдавал, форма собственных колебаний четко, как жесткое тело. Видите, это говорит о том, что оно не деформируется. Вот если бы я увидел, что система деформируется достаточно прилично, я бы сразу сказал, что нет, эта система нам не годится, ее жесткость не такая, и она должна быть другой. Вот. Немножко подкручивается, но тем не менее, как жесткое тело, понимаете, то есть вот здесь требование жесткого тела, оно должно быть сохранено. Если у нас происходит деформация или если она вот так изгибается, то точно нет. Ну, это можем еще подискутировать. Ну, это спектры реакции, превращать вопросы моделирования. Я думаю, что здесь можно пройти, потом просто презентацию можно скатять, почитать. Базовые вещи, о которых я говорил, собственно, они здесь и перечислены, да, то есть те вопросы, которые я ставил в своем докладе. Вот. И мне кажется, что все-таки то, что сейчас есть в программных средствах, она не полностью отражает ту работу, которая есть для систем сейсмоизоляции. И начинает это... Заметьте, я не ставлю под сомнение правильность выполнения расчетов, потому что я понимаю, что часть вопросов, которые здесь есть, они компенсируются инженерным анализом дополнительным, да. То есть, грубо говоря, насколько я превышаю, не превышаю вот точку максимальных перемещений, я сам могу контролировать, а не обязательно программные, ну и так далее и там подобное. Тем не менее, это может быть есть. Вот, в принципе, и все. Время вышло. Вот мне Татьяна прям вовремя все говорит. Готов ответить на ваши вопросы, хотя тут я больше вопросов назадавал, чем ответов дал. Да, конечно. Большинство сейсмоизолирующих устройств, ну, я имею в виду технические решения, они требуют нелинейных расчетов. Что вы в этом смысле рекомендуете? Смотрите, у меня тут есть такой взгляд. Первое. Как видим, на первом этапе оценки у нас должна быть некая близкая к линейализованной модели, которая позволила оценить общий вклад, да. Насколько, в принципе, эта система может работать в этих условиях. А вот более серьезная проработка, она, да, должна быть с учетом нелинейности, которые у нас возникают. Причем, тут еще, понимаете, вопрос отстройки нелинейности системы сейсмоизоляции от нелинейности, которые в конструкции. Они у нас не должны возникать, грубо говоря, в одних и тех же условиях. Иначе мы можем, как бы, наложение нелинейности получить, которое может сыграть в плохую сторону. Это, как бы, опасно. Вот нелинейность в системе сейсмоизоляции должна быть в первую очередь, да, то есть в этом случае, кстати, и вопросы физически нелинейного расчета для верхней части, они частично уходят, да, потому что, ну, например, при сейсмическом кратковременном воздействии быстрые какие-то процессы в бетоне не факт, что происходит. Ну, и динамическая прочность бетона больше и так далее и тому подобное, но оценивать это нужно. И, ну, если мы начнем, как говорится, все аспекты оценивать, это достаточно большой труд и не всегда есть возможность, ну, скажем так, оперативно это провести. Да, поэтому мой-то доклад, как бы, о том, чтобы была базовая инженерная методика оценки с четкими ограничениями, когда и в каких условиях ее можно применять. Спасибо большое, Николай Калыч. Следующий доклад Анущенко Александр Михайлович. Будьте добры. Добрый день, уважаемые участники форума. Сегодня постараюсь поделиться опытом расчетного обоснования применения упругопластических демпферов для обеспечения системостойкости стационарных котлов подвесного типа. Ну, вроде бы говорим про котлы, да, причем здесь стройка, стройка, в общем-то, очень непосредственную связь имеет, потому что котел, как правило, либо устанавливается, либо, ну, в данном случае подвешивается на специальный металлический каркас. Соответственно, приходится рассматривать не чисто отдельно котел, а целую систему. Да, то есть мы говорим о системе каркас-котел плюс связывающие элементы, в данном случае это подвески, они гибкие. Ну, и котлы, как правило, дополнительно раскрепляются, потому что из-за гибкости подвески они могут во время землетрясения иметь достаточно большие перемещения. Соответственно, эти раскрепляющие элементы, они, как правило, еще выполняют роль демпферов. Ну, здесь приведена как раз фотография, то есть можно увидеть, как это, в принципе, все выглядит. В мировой практике, в России в частности, нашли широкое применение для вот таких задач упругопластические демпферы. В общем-то, их достоинства не очевидны во многом. У многих достаточно простая конструкция, может быть. Есть своя особенность, что они не возвращаются в исходное положение после сейсмического воздействия, ну и, соответственно, в общем-то, требуют замены, если у нас произошло какое-то воздействие. Но, опять же, простота конструкции и низкая стоимость, в общем-то, позволяют производить такие вещи, учитывая, что сейсмика у нас, ну, высокая сейсмичность, она не очень часто проявляется. Еще в конце 80-х-90-х годов проводились в МПО ЦКТИ достаточно широкие исследования подобных демпферов. Были разработаны некоторые виды демпферов консольного типа, осевого типа, ну и впоследствии нашей фирмы, соответственно, подобные демпферы, они вводились на разных энергетических объектах. Ну, в качестве примера, да, можно привести объекты и за рубежом, и в нашей стране. В общем-то, и сейсмичность площадок была весьма различной, и параметры самих котлов и каркасов тоже были разными, то есть, ну, высота колеблется там от 20 до 100 метров, соответственно, массы как каркаса, так и котла могут тоже существенно отличаться друг от друга. Ну, прежде всего, когда мы говорим о каких-то численных методах расчетов, нам необходимо верифицировать модели с экспериментом, с какими-то реальными вещами. Ну, и, соответственно, вот в качестве примера здесь приведена верификация работы демпферов, моделируемых в Ансисе, с опытом по циклическому нагружению подобных демпферов в цинистке Кучеренко, которые проводились там тоже в конце 80-х, 90-е годы. Ну, и если мы посмотрим на гистерезисный характер изменения нагрузки и деформации, то, в общем-то, увидим, что численные методы, ну и в данном случае эксперименты, они имеют весьма неплохую исходимость, и, соответственно, мы можем, в общем-то, использовать численные методы в дальнейшем для сейсмических расчетов. Ну, демпферы могут, в общем-то, иметь достаточно различные конструкции, да, то есть можно запроектировать демпфер, по сути дела, любой конструкции, какая потребуется, любой длины. Тут дальше все будет уже как-то упираться в большей степени в свойства материалов. Вот, соответственно, они могут работать на разную нагрузку, на разную величину перемещений. Вот вариант консольного демпфера, например. Вариант осевого демпфера, он более сложный, ну, соответственно, тоже может проектироваться на разную амплитуду работы и на разные усилия. Что очень важно, это вопросы нормативного обеспечения подобных расчетов, потому что в данном случае мы говорим про строительные конструкции и про котельное оборудование. Соответственно, мы должны применять как нормы, которые характерны для стройки, да, то есть наши СП, но в то же время, конечно же, должны рассматривать и нормы, которые используют котельщики. Вот, норм здесь достаточно много, и самая главная проблема, с которой мы сталкиваемся, то, что нормы эти между собой никоим образом не согласованы. Во многом они даже друг другу противоречат, и вот сейчас как раз скажу об основных таких вот противоречиях. Ну, первая и самая, наверное, сложная противоречия, которая возникает, это то, что 14-е СП предлагает нам игнорировать горизонтальные нагрузки от масс на гибких подвесках. И, в общем-то, здесь, учитывая существенную массу котла, да, вот если посмотреть на табличку, которая приведена, да, когда котел там весит прилично больше, чем даже сам каркас, в любом случае будут создаваться достаточно большие реакции в зонах крепления подвесок к перекрытию котла, ну и, соответственно, ситемические нагрузки на каркас будут в любом случае приличными, то есть игнорировать эти нагрузки просто-напросто нельзя. Следующий вопрос – это вопрос относительного демпфирования. В строительных конструкциях мы его принимаем, как правило, 1%, а нормы, которые у котельщиков действуют, они чуть шире, даже значительно шире, я бы сказал. Если применяется линейно-спектральная методика, то там четко прописано, что мы должны принимать демпфирование 5%, то есть это уже существенное отличие. Если мы берем, например, динамику прямую, то колебание между величиной демпфирования, которое мы должны принять, может составлять от 2 до 10% в зависимости от типа элемента, который моделируется в схеме. Ну, то есть если мы берем 10% демпфирования, то уже очень существенное отличие от 1% демпфирования. Дальше есть свои, там, специфика по поводу коэффициентов при линейно-спектральной методике. Ну, вот коэффициент К1, он так несущественно может быть отличается 0.25 и там 0.22, 0.25. Да, если мы возьмем с вами, рассмотрим коэффициент по рассеиванию энергии, то здесь 14 СП, он равен 1. Если берем РТМ, который у котельщиков действует, от 1 до 1.5, то есть тоже уже существенное отличие. Ну, и есть еще вопросы, там, как принимать допускаемые перемещения, потому что, в общем-то, 20 СП, по сути дела, он там говорит про какие-то перемещения, там, связанные с эстетико-психологическим восприятием, но мы все-таки находимся на предприятии, да, и там есть свои определенные вопросы, связанные с технологическим процессом. Соответственно, понятно, что мы не можем брать 20 СП и использовать в прямую, соответственно, конечно, надо брать нормы котельщиков, где установлены четкие требования и по колоннам каркасов, по перемещениям, ну, и в том числе, там, по балкам и так далее. Там прям четко расписано, для чего, что нужно применять. Ну, вот как раз рассмотрим пример расчетного обоснования. В данном случае то, что делалось в SCAT-офис, потому что это одна из основных программ строительного проектирования в нашей стране, хотя и в других программах, которые менее, так скажем, у нас при минимуме стройки, тоже мы проводим эти расчеты. Раскрепление производилось в средней части, ставилось 4 круга пластических демпфера консольного типа. Ну, в качестве исходных данных для расчетов, соответственно, необходима расчетная схема металлокаркаса, ну, либо чертежи, которые могут задаваться. Далее, соответственно, это сейсмичность площадки, плюс это могут быть какие-то либо заданные акселерограммы, либо они могут синтезироваться. И, соответственно, нам необходимы характеристики УПД. Сначала УПД, так скажем, проектируется в ANSISI под те размеры, которые требуются котельщикам. Мы получаем характеристику работы. И далее, ну, можно попытаться вот ее замоделировать элементом типа 410 с учетом физической нелинейности в SCADA и получить примерно схожий характер работы для того, чтобы в дальнейшем тоже оценить эффективность данных демпферов при установке уже непосредственно вот в систему каркас-котел. Значит, сами сейсмические расчеты, да, это либо расчетные землетрясения, либо контрольные землетрясения. Первое, оно делает, первый расчет на расчетные землетрясения делается, чтобы, соответственно, оценить прочность элементов, да, и подтвердить, соответственно, требуются какие-то, например, там изменения или нет. Контрольные землетрясения, оценка общей устойчивости. Расчетные землетрясения 14-е СП разрешает делать по линейной спектральной методике. Контрольные землетрясения, требования расчета в прямой динамике. Ну, и, соответственно, здесь нам требуются сейсмограммы, которые могут быть получены из акселерограмм. Ну, на предыдущем слайде они были. Плюс, соответственно, ну, учет физической нелинейной работы в УПД, потому что работы более сложные. С проектным расчетом тут все несколько проще. Элементы, которые проверяют котельщики у котла, это, так скажем, их прерогатива. А элементы, связанные с каркасом котла, тут мы просто можем использовать постпроцессор сталь, который встроен в скат, да, и, соответственно, проверки, которые должны быть проведены по 16-м СП, они будут нами получены, и как бы все. Тут, в принципе, дальше как бы можно просто выдать какой-то конечный результат и остановиться на этом. А вот вопрос по оценке общей устойчивости, он более сложный, потому что, в общем-то, нет четкого определения, что же мы подразумеваем под общую устойчивость. Его нет ни в 14-м СП, ни в других СП. И, учитывая, что вообще мы рассматриваем систему каркас-котел, что же нам с этим делать? Ну, вот из опыта проектирования, из опыта, так скажем, тех работ, которые были сделаны, ну, был выведен некоторый алгоритм, да, по которому это можно произвести. Ну, во-первых, необходимо оценить общую устойчивость металлокаркаса по СП-16, оценить деформации перемещения с учетом котельных норм. Очень важный момент, что горизонтальные перемещения котла не должны превышать некоторых допустимых, чтобы не допустить соприкосновения котла и каркаса, иначе может произойти обрушение, либо каркасы, ну, либо может произойти какое-то локальное разрушение котла, чего допускать просто нельзя, будет авария. Значит, проверяются балки жесткости, и плюс очень важно обеспечить прочности и устойчивость элементов подвесной системы. Если котел рухнул, а каркас при этом стоит, мы в любом случае не можем говорить об общей устойчивости системы. Система, ну, как бы у нас все равно авария, аварийную ситуацию мы допускать не можем. Что касается расчетов, да, то есть, так, назад. Первое, что мы смотрели, как замоделировалась у нас работа непосредственно самих УПД, да, то есть, вот это изменение во времени, которое было получено, ну, и вот как раз мы видим тот самый гестерезисный характер работы демпферов во времени, который может быть получен, ну, соответственно, вот в зависимости между усилиями и деформациями. Ну, анализ общей устойчивости самого каркаса котла можно произвести, применяя, там, блок устойчивости, который внедрен в SCADA, то есть, как бы, там, когда задается управление шаговым процессором, добавляется чек анализ устойчивости, и по энергиям деформации можно судить о том, значит, или часть системы, она устойчивая или неустойчива. Относительно проверки прочности и устойчивости подвесной системы, что тоже очень важно, здесь все регламентируется котельными нормами, но, в принципе, данные об усилиях максимальных в подвесках, которые возникают, мы можем также брать из SCADA, и, соответственно, дальше либо оценивать по RTM, либо делать уточненную оценку в ANSISI, например, как вариант. Вот, если мы считаем по RTM, либо RD котельным нормам, там формулы очень консервативные, они дают достаточно такое существенное отличие с конечной элементной оценкой, поэтому лучше, конечно, ее проводить в ANSISI, но, как бы, если запасы позволяют, можно и консервативно оценить. Что касается перемещения элементов каркаса и котла, здесь все данные берутся из SCADA и просто-напросто сравниваются с допустимыми, то есть, хоть это, там, балки, хоть это колонны, хоть это перемещение самого котла, то есть, все берем из SCADA и просто сравниваем с допусками, которые есть. Так, то же самое касается, в общем-то, анализа усилий в элементах жесткости котла, здесь тоже усилия просто берутся из SCADA и дальше, там, сравниваются либо с допускаемыми, либо, там, как-то еще по 16-м SP дополнительно проверяются тут в зависимости от того, что требуется от заказчика. Ну, и в конце, как бы, своего доклада еще кратко скажу, что, значит, про ACV, OPD и что можно на дополнительную сейсмоизоляцию устанавливать в уровне подвесной системы. Ну, тут вот приведен котел, который считался для Болгарии, он считался в ANSISI, значит, тоже там, значит, устанавливались в определенном образом демпферы, их тут было большее количество, немножко другой формат работы, это вот ACV демпферы, но тоже характерный гистерезис. И дополнительно вот ставились еще демпферы типа WD, вот таким вот образом между подвесками, потому что если в подвесках возникают очень существенные усилия перемещения, то, ну, не всегда получается заменить, например, какими-то другими подвесками, или, может быть, ну, не получается обеспечить требуемые, там, моменты с прочностью. Можно вот так установить, соответственно, могут существенно снижаться перемещения усилия, вот как раз график это иллюстрирует, ну, вот, то есть, ну, может быть такая вот комбинированная схема, когда и упруглопластические демпферы внедряются, и дополнительно демпферы типа WD. Ну, в общем, кратко скажу, что, значит, применение упруглопластических демпферов – это один такой из достаточно простых способов по обеспечению сейсмостойкости котлов. Требуется корректировка нормативной базы для того, чтобы согласовывать нормы, потому что сейчас они очень сильно не согласованы. Ну, и для корректной оценки, конечно, расчеты нужно проводить методом прямой динамики. Ленинспекторальная методика, она нам не дает возможность более-менее корректно сформулировать работу УПД в схемах. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Александр Михайлович. У нас, к сожалению, нет времени на вопросы уже. Следующий доклад, Михаил Михайлович, ваш. Будьте добры. Добрый день, уважаемые коллеги. Начнем секцию под названием «Инженерное изыскание и исследование для проектных основ расчетов об основании безопасности объектов, нормирование, оценка и мониторинг системической опасности». Ну, собственно говоря, первый докладчик – Воскресенский Михаил Николаевич, старший сотрудник лаборатории системы 3 института геофизики в городе Екатеринбург. Системические инженерные исследования для проектных основ. Собственно говоря, что от геофизики хотят застройщики и проектировщики? От нас хотят конкретных цифр по площадке исследования, по площадке застройки. От нас хотят получить информацию по сейсмической опасности. Иногда это в баллах информации, иногда в ускорениях. Именно те цифры, которые проектировщики уже непосредственно используют в своей модели здания или сооружения. Более частный характер в цифрах, что от нас хотят получить – это уточнение уровня грунтовых вод, либо глубину залегания круглых коренных пород. Также есть вариант, когда на площадке пробурено несколько скважин, но, к сожалению, скважинное пространство остается неисследованным. Неисследованным сейсмиком может помочь в решении этой издачи в том числе. Конечно, есть еще и другие вопросы, которые проектировщики задают в процессе исследования, но остановимся именно на главном. То, что в прямую не касается инженерных исследований, то есть непосредственно те цифры, которые являются основой, а именно сейсмичность площадки по карте ОСР, либо по карте ДСР. Данная информация, она говорит о чем нам? О неком совокупном сейсмическом эффекте в точке строительства, в точке наблюдения. И эту информацию мы можем взять либо просто по карте ОСР, которая установлена 2015 года у нас сейчас, либо мы можем провести детальное сейсмическое реонирование, а значит уточнить численную характеристику этой сейсмической опасности. Либо в баллах, либо в ускорениях. Ну, собственно говоря, чем отличается карта ОСР от ДСР? Принципиально это масштабом, более детально. А если говорить уже об проведении эссмического микроинирования, здесь исследование уславливается грунтовой площадкой, условиями грунта, которые необходимо исследовать. Так вот, один из основных методов инженерно-эссмических исследований это метопреломный хвоум, который проиллюстрирован на данном слайде. Оборудование это 24-канальная станция, справа картинка, это та сейсмограмма, которую мы получаем с станции при одном пункте возбуждения. Ну и при удачных грунтовых условиях здесь мы можем увидеть сразу же и продольную поперечную волну. Помимо методов МПВ, точнее, помимо методов преломных хвоум, есть еще методы по обследованию грунтовой площадки, о них чуть позже. Это МОФУГТ и метод НКОНУР. Вот, собственно говоря, простая картинка, которая получается при минимальном либо 5-либо 7-точечном 5-либо 7-шотовой системе наблюдения по методу преломных волн. Мы видим, ну, левая картинка, достаточно простая, контрастная и неточная. То есть, если у нас есть какие-то изменения в глубине между слоями, то есть именно по рельефу, то мы их здесь не увидим, потому что пунктов возбуждения мало. А вот если говорить про картинку справа, она является результатом уже сейсмотомографии, и здесь увеличенное количество пунктов возбуждения дает более контрастную, более точную информацию. Также левая картинка иллюстрирует вариант определения уровня грунтовых вод. То есть, если на преломных, если на продольных волнах провести исследование, то определенная скорость продольной волны нам покажет наличие воды в грунте либо именно уровень грунтовых вод. Ну, это, скажем так, косвенная возможность определить УГВ. Пример сейсмотомографии. Вот этот и следующие пару слайдов. Почему их привел более детально? Для того, чтобы показать, насколько бывают различные грунтовые условия на площадках. И если мы на протяжении этого профиля, длина порядка 250 метров, если мы сделаем только 2 или 3 скважины, то мы можем как раз-таки попасть вот в те пространства, где у нас нет уплотненной породы. То есть, мы не поймем, или наоборот, мы можем попасть в уплотненный грунт и сделаем неверные выводы о геологическом строении участка. Так вот, именно применение сейсмотомографии, оно может детализировать и показать более точную информацию при простом рассмотрении отчета ЕГИ, инженерно-геологических исследований от геологов. Еще одна такая же картинка, которая показывает наличие слева провала, который, если мы будем делать в центре и справа профиля, сделаем 2 скважины, то мы провал просто пропустим. Ну и, собственно говоря, аналогичная картинка вот здесь. То есть, это реальные грунтовые условия, которые, скажем так, результаты, которые могут быть пропущены, если мы будем использовать меньшее количество пунктов возбуждения. То есть, здесь написано 36. Если мы возьмем просто стандартную классическую схему, там, 5 пунктов возбуждения, 7, пусть даже 9, мы можем пропустить ту информацию, которую, в принципе, сейсмика способна дать. Есть еще одна из практических задач, с которой некоторые из застройщиков приходят. Они задают вопрос, говорят, вот смотрите, у нас геологи нам дали информацию по скважинам, глубина скалы 12 метров, мы используем сваи 12 метров, а в итоге по 3 метра сваи обрезаем, потому что дальше не сможем, не можем их забить. Я говорю, так дело в том, что вы, скорее всего, имеете как раз-таки вот такой вариант, когда у вас есть изменения внутренних грунтовых условий, разуплотнения или, наоборот, уплотнения, которые двумя-тремя скважинами вы просто не увидели, скважинное пространство вы не изучили. Ну, собственно говоря, вот метод преломных волн позволяет эту ситуацию просветить. Метод MOF-UGT, метод отраженных волн в частном решении общей глубинной точки. Структурный разрез глубинный, и он показывает на глубине 10-15 метров контрастную границу. То есть если мы для метода преломных волн нам достаточно иметь контрастную границу по скорости, продольных ли поперечных волн, и мы уже эту границу увидим, получим, то в методе отраженных волн нам нужна контрастность с эсмической жесткостью, а именно произведение скорости упругой волны на плотность. Так вот при этом условии, при наличии этого условия в грунтовой площадке, мы увидим, что метод MOF-UGT для инженерных исследований применим, и мы можем увидеть структуру более детально. Ну, если обратите внимание, здесь глубина рассмотрена до 200 метров, то есть, в принципе, информативная часть где-то порядка до 90-100 метров, дальше уже шумы. Но, так или иначе, применяя обычные системы наблюдения, применяя обычную 24-канальную станцию, есть возможность исследовать грунтовую толщу на глубину более 20 метров. Также этот метод MOF-UGT применяется для исследования грунтовой площадки на наличие карстовых пустот либо каких-то мест разоплотнения. Так вот, эта картинка, это временной разрез, который показывает потенциальную возможность наличия карстовой пустоты. Синий геодограф показывает эту информацию. Для того, чтобы убедиться в наличии карстовой пустоты, достаточно комплексировать сейсмические исследования с электроразведкой, с гравикой, и можно уже более уверенно, с большей достоверностью говорить о наличии места разоплотнения и лекарствовых пустот. Опять же повторюсь, что для инженерных исследований редкость использования MOF-UGT, но это все-таки исследования с точки зрения науки, поэтому мы сейчас говорим именно о применимости тех или иных методов для решения каких-то конкретных задач. Метод Накамура. Предположительно, вот та формула, которую вы видите, предположительно, она должна работать. То есть некоторые специалисты уверены, что эта формула работает для оценки либо в одну, либо в другую сторону. То есть либо зная резонансные характеристики грунта и скоростные характеристики, мы определяем глубину залегания контрастной границы, либо зная глубину залегания кровли коренных пород и скорость, мы определяем резонансные характеристики. Здесь показано именно тот вариант, когда эксперимент, слева это характеристика трехканальная преобразование фуриенц, петральный анализ, справа это HVSR-анализ Накамура. Определяем резонансные характеристики грунта и дальше уже подставляем формулу, получаем, зная скорость погрешенной волны, определяем глубину залегания, контрастные границы, а именно толщину, мощность того слоя, который участвует в образовании именно колебания с этими характеристиками, с этой резонансной частотой. В принципе, для исследования грунтовой толщи есть еще пару методов, это многоканальный метод анализа поверхностных волн, метод масс, или вертикально-эсмическое профилирование, то есть, собственно, это метод из нефтянки, но он применяется и для инженерных исследований в том числе при наличии оборудования и методики. Но вот прямо сейчас слайдов и конкретики не покажу, потому что эти методы в нашей лаборатории еще пока не опробованы, только в плане стоят на 2023 год, но я думаю, что к октябрю 2023 года информацию я уже смогу показать по этим дополнительным двум методам. Благодарю за внимание, если есть вопросы, готов ответить. Спасибо. Да, являясь еще и модератором этой замечательной секции, я озвучу следующего докладчика. Здесь мое тектоническое исследование в работах по детальному семическому районированию Евсиченко Александр Николаевич. Вы на связи? Александр Николаевич? Кандидат Геоминнаук, зав. лаборатории сейсмотектоники и сейсмического микроинирования Институт физики Земли РАН, город Москва. Александр Николаевич? Так, я думаю, что Александра Николаевича мы постараемся подключить чуть попозже, сейчас с ним свяжемся. Так, следующий докладчик Романов Виктор Валерьевич использование методов инженерной сейсморазведки в СМР, кандидат технических наук, доцент кафедры геофизики Московского геофизического института. Сейчас я с ним свяжусь, он подключится, две минуты. сейсморазведки в сейсморазведки Российской СМР, нацент сейсморазведки в сейсморазведки Залишили В.С. Борисович. Да, я на связи. И вам отдельное спасибо за это. Тема доклада к вопросу оценки сейсмической опасности территории ОСР, ДСР, СМР. Залишили В.С. Борисович, доктор физмат-наук. Профессор, зав. отделом геофизики, инженерной сейсмологии и геоанформатики. Геофизический институт ВНЦРА. Прошу. У вас находится... Михаил Николаевич, у вас меня просили, у вас находится мой... Вон есть. Все понятно, я пишу. Значит, единственная просьба, я когда буду говорить дальше, пожалуйста, нажимайте. Да, конечно, кликер у меня в руках. Итак, ну, значит, я научил руководитель на геофизическом институте, да и, наверное, в прошлом был директором. И вот мы проводили много работ, так уж получилось, на индивидуальный субъект федерации, где все города имеют карты сейсмического микроорганизма, а сама территория Северной Осетии имеет карту детального сейсмического микроорганизма. Мы это завершили эту работу в 2010 году с участием очень активным, мне непокойным, Евгения Александровича Рогожина, именно вот в части, в той части как раз тектонистских и так далее, направления, выделения зон, разломов, как раз по моему, по моим предложениям и сотрудничали. В 2006 году был первый удар, так не совсем глубокий, не совсем полный анализ, а в 2007 году было с участием и других сотрудников РТЗ, была проведена эта работа. Значит, я хотел бы остановиться, вот название ДСР, но до этого у нас статья была, я писал в РТЗ, то есть зонирование. В общем, это большого значения такого не имеет, на мой взгляд. Это, наверное, так же, как менять милицию на полицию. Если мы не поменяем внутри наше отношение к этим работам, то ничего не изменится. Дальше, если можно. Значит, можно дальше, или я могу дебить? Да, ну вот здесь я коротко, с 1997 года, знаменитые карты под руководством Валентина Ивановича, Российской Федерации, различных повторяемостей, через процент 50 лет превещения дальше. Дальше, если можно дальше. Дальше, вот ОСФ 2015, эта карта, собственно говоря, основывается прямо на карте 1997 года. И она здесь, это временная карта, как сами разработчики говорили, это было связано с тем, что сюда были включены территории Крыма, Севастополя, и были изменения в некоторых районах, городах, например, Калининградское землетрясение, когда оно провисло те значения, которые были на карте. Все, естественно, эти поправки были сделаны. Но вот это полностью основывается, естественно, с развитием под руководством Валентина Ивановича. Те моменты были учтены, которые, ну, Крым и так далее, были обложены с участием коллеги из Крыма. Самой этой нашей коллеги. В 2016 году, дальше, была карта вот такая построена, а я, значит, знаю, Валентина Ивановича и с ним, в общем, были достаточно близки. И в 2012 году он ко мне обратился с предложением попробовать, чуть-чуть я насчет, коротко этих карт скажу, с тем, чтобы мы попробовали с Перетокином Сергеем Антоновичем провести работу на Кавказе. И такое, значит, естественно, я не могу от КДП активного отчета, мы дружили, что-то говоря, можно считать старшим. Но, поэтому мы попробовали, вот что будет происходить, если будет вот карта уровня, значит, ДСР вот в таком районе, в таком масштабе и так далее, и потом мы попробовали бы сделать СМР. Значит, работа была сделана, сделана весьма качественно, весьма хорошо, на мой взгляд, потому что те замечания, даже или просьбы участников, там с разных сторон, там и армяне даже участвовали, это большая работа была. Могу сказать, что Сергею Анатольевичу вот эти базовые, вот эти цифровые данные, они вполне были хороши, с ними было очень удобно работать, и наши микроэнергии, там и станции у нас стояли, записи происходили, и мы смогли сделать очень достойную, такую добротную работу, поэтому вот это с 16-го года, я по ней не работал, но я работал и тогда, когда она формировалась, вот эти частичные какие-то моменты. Дальше, значит, что я хотел сказать, вот если посмотреть, давайте быстренько пройдем разные территории, можно увидеть, там повторяем, это 1500 лет, 500, дальше. Дальше, если можно, вот то же самое здесь, 3 Гц здесь, 0-3 секунды, повторяем, пиковые, это для спектрального ускорения и пиковые, посмотрим дальше, если можно, вот пиковые чуть-чуть меняются, дальше, пиковые дают изменения, это понятно, потому что спектральное ускорение предполагает, значит, более широкий захват, а это значит пиковые, дальше, я просто быстренько хочу пробежать, это вот карта Казахстана, она интересна, дальше, тоже здесь впервые, значит, для нас, из постсоветских историй, дальше, если можно, можно следующую картинку, просите этого, меня слышно? Владислав Борисович, вас слышно, пытаемся перелистнуть. Продолжение следует... Продолжение следует... Особенно... Особенно... 16-го года, 15-го, в том, что... Она вышла, изменила, достаточно радикально, надо сказать, вот это... Владислав Борисович, вас не слышно. Продолжение следует... Продолжение следует... Владислав Борисович, если вы нас слышите, у нас небольшая техническая заминка, подождите, пожалуйста. Хорошо, а то я... Мы просто вас пока не слышим. Владислав Борисович, скажите, пожалуйста, что-нибудь... Я говорю. Вот, прекрасно вас слышно. Сейчас возобновим презентацию, подождите. Да, если можно, пролистайте. Ну, в общем, я почему обратил внимание, обратил внимание на те карты и ускорения, которые были. На мой взгляд, здесь, ну, для Казахстана они детально расписаны, но надо сказать, что здесь работали и специалисты того, высокого уровня, причем там очень активная зона, более активная, чем у нас, надо сказать. Там появились датчики аксирометри, которых такого большого количества нету на российской территории. Надо сказать, что все землетрясения, которые были при всех своих трагедиях, проявлениях и так далее, они принесли такое... Огромное количество записей, полученное в Армении после Спитаксвого землетрясения, после Раченского в Грузии получили. Я работал с этими ускорениями, датчиками, надо сказать, что аксирометри, это очень интересные данные, потому что, ну, более... Сейчас насчет связи макросейсмических и ускорений есть там разные подходы, достаточно неоднозначные, достаточно раскидываются, тем не менее. Сегодня, как бы мы ни говорили, все возле баллов, все равно уже инженер использует не сейсмический эффект, а часто использует ускорение. Значит, что касается аккорда Хателл 15-16 года, мое мнение, что карты эти, обе карты несовершенны, на самом деле, если и временная была по авторам и так далее, и 16-го года, мое мнение, что это делал Павлука. Для этого надо обращаться очевидно к правительству. Я не знаю, там эти нюансы мне не очень понятны, там какие-то происходят, я там не находимся, но я хочу единственное сказать, что факт, что это вот один из таких, надо сказать, что это огромные территории, если масштаб 2,5 миллиона, то есть о точности можно говорить и так далее. Когда мы переходим в более точные данные, тут один-два балла для изменения, значит, правильной макросизмической эффективности это очень много. И причем в таких местах, которые, если все это ориентировочно, то тогда можно в любой точке так менять. Я думаю, что это не совсем понятно для меня, там запятых, да эти, все на сети, поменялось, там было больше, просто каких-то запятая было, ну, не буду насчет этого, это в принципе, те, кто занимается сельсмической, те вполне строят в любых условиях, но все-таки, когда на один-два балла снимается, я так зарядом это большой минус, я, мое мнение, что надо менять, делать новую карту, я не знаю, кто будет заказчиком, ну, заказчиком должно быть, конечно, миссия строительства, правительства, но исполнители, может так произойти, что если вот так будет продолжаться, в конце концов, Северо-Кавказский регион может сам для себя сделать какие-то карты, пускай будет кусками, ну, мое мнение такое, это, я почему перехожу к следующей теме, если можно, следующие рисуночки, вот эта карта сделана под руководством и уполнен, Рогожиным, Микрия Александровичем, 2007 год, вы видите, здесь, я, значит, наверное, показать не могу, да, сейчас, но вот здесь есть, видно что-нибудь, вот показываю, здесь, но здесь есть разлом, который 5-6, 6-5-7-1, это мой мощнейший разлом, параллельно, рядом с Владикавказом, в южной части, понятно, что это непростые вещи, это высокие, уровень возможных, вот здесь, вот расположен, в моем пальце это не видно, значит, поэтому я хочу сказать, что карта достаточно была по разломам сделана, на основе этой карты и с помощью американской программы сессии РИСК-3, мы, дальше, если можно, мы построили, дальше можно, мы случайно, значит, провели детально сессионистской ранировки, да, она одна из первых работ, очевидно на современное время, причем здесь мы использовали тот подход, который использовал, работая до этого в Грузии, деление на малые и большие события, это вот, такая идея была подана Патриком Смитом, это и Страсбург, значит, и СССР, с Британией, и вот он, значит, мы лично с ним знали, вот эти работы в таком аспекте делались в Грузии, все время, я накладываю Анастасия Юрьевич Чебалин, вместе с Ваназаном Шелем предлагали специальное уравнение Макросильское поле для Кавказа, то есть, вот это, это дальнейший путь такого, учета таких моментов, дальше, вот здесь, если посмотреть внизу, там, грунтовые условия, значит, первые для ускорений, пиковые, горизонтальные ускорения, и вот там видно их, 84%, получается, единица, поэтому вероятность такая, следующий, если можно, вот здесь видно для макросейсмики, дальше, и для, там видно, что достаточно нелинейно, это для малых, больших событий, вот она меняется, дальше, модель затухания, как раз вместе сделана с Патриком Смитом, на основе вот эти сельсы, и так далее, для города, для территории Северной Осетии, была такая карта построена, мы потом ее развивали, но здесь более удобно видно, можно видеть вот таким розовым цветом, это восьмебальная зона города, территория Северной Осетии, и там попадает полностью Владикавказ, дальше, дальше мы делали для повторяемости, для 5%, для 2%, там была 5% карта, для повторяемости 1000 лет, раз это было еще установлено, что там повторяемость 7,7 тысячи лет, вот здесь мы взяли, можно и 5, и 10, но мы выбрали из того существующего, и все строили, мы использовали 2,5 тысячи, которые для массового строительства, то 5% вполне достаточно, а это для достаточно ответственных, если какие-то супер, вплоть до того, что администрация, в какой взгляд, тогда есть там специальные условия, можно делать и 5000 лет, тогда вот эта часть, полностью 9 баллов, ну а с этой ключей, мы видим город Владикавказ, южная часть, происходит 9 баллов, а северная уходит 8 баллов, это не страшно, если мы учитываем дальше, значит, карты сеземические игры, полная половина работают, дальше, дальше мы смогли построить, и карты ускорения, через те разработанные методологии, и мы видим, что здесь можно этим шагом делать, и вот эти границы, такие бойницы, вот вверх-вниз, чтобы не исключать, и мы можем делать вот такие скользящие, которые можно до деталей, таких, тогда получать границы не такие жесткие, хотя там, где границы есть, например, 7 и 8 баллов, 1 километр, рекомендуется давать больше, пониженные сейсмичные сети, и сейсмичные сети, дальше, значит, вот эта карта, значит, для более повышенной, для ответственных сооружений, можно видеть, что здесь, если сравнить с казахскими нормами, там на границе 8-9 баллов, вот то, что мы здесь видим, по ускорению, я хочу сказать, что ускорение, не совсем, они зависят, естественно, и от частоты колебаний, периода колебаний, а также, они не всегда, бывают очень большие, большие ускорения, малые проявления сейсмического эффекта, и наоборот, то есть это, ну, это как бы такие аномалии, тем не менее, это надо дальше изучать, и поэтому, непосредственно, замеры, измерения ускорения очень важны, дальше. Владислав Борисович, я прошу простить меня, пожалуйста, ускорьтесь, потому что у нас очень мало времени осталось. Да, я ускоряюсь, спасибо большое. Значит, вот такую карту построили в месяц 10-м году, я и Женя Рогожин, вот вы видите, в углу здесь, в левой части, вот это в Северной Осетии, а это карта Красотара, Дагестана и Чечни, это все вместе, видно, что это все один общий укус, датчик. Поэтому тогда была моя идея сделать карту мигранерии всего, все территории, такая детальная реанерия, все территории Северного Кавказа, отдельными, где-то будет необходим. Вот такую карту обладающуюся с 69-го года, это наша карта, которая участвовала. И смесь дальше. Дальше, если можно крутить, и дальше. Вот это была наша карта, потом строили ТСИС, дальше, это мы меняли его. Потом это карта территории города, дальше. Вы просто идите, я буду отъяснять эти станции на территории города, сейсмически, дальше, если можно. Это вот разрезы, когда-то там одна из разрезов. Дальше, с текущей конституции, это записи от 20-ти километров, видно, что из-за частотной, там, где ближняя землетрясение, там, где 200-ти километров, уходит. Дальше, просто он идет дальше. Вот это записи, в СИМ-программу, это мой коллега из Америки, Айова университета, передал нам программу, мы можем, где-то еще источник, землетрясение, можно устачать, мы видим, что совершенно разные волновые формы, дальше. И вот здесь, это построено по ним движение, которое есть дальше, а это записано следующее, а это записано для слабого землетрясения, на битве 2, дальше это будет расширяться, но формы вполне сложные. Дальше, дальше, вот эта карта города и вот то, что происходит на разных участках, дальше, это записи свои, вот это приборы, которые используются, дальше, дальше идите, я буду рад, вот те, которые записи, эти превращения, вот такое количество было заполнено инструментальными наблюдениями без города, так как положено это дело Европе. Это карта микромимирной города Вадикавказа, 7, 8, 9, дальше. И дальше, вот это если поставить цель города, при одном и втором здесь будет 9 баллов, а второе 9 баллов, за мельнебеси мы не можем получить 10 баллов и так далее. 5-2% карты опасны, это через, значит, для городских нужд, для территории кадастровых, мы туда, тобой разработали информационную программу, сажение для России не получил, для нашей республики здесь. Дальше, 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 дальше. И вот мы пришли к выводу, то есть, я хочу, верюще сказать, то при всех того, что мы делали, мы здесь разработали несколько методов, отраженных, ЕМК, ИН, НЕРО, мы разработали свой шовственный метод, с помощью, когда включается, толкома-то был подход, когда включается прямо на базу данных сильных движений, у нас есть большая база данных сильных движений, коллег, непосредственно передали нам японские коллеги, в свое время, через моих руководителей ДЗПЗ, Николай Ивановича Сергеевича. И хочу сказать, что работа, мое мнение такое, что если СССР или ОССР, для меня, как бы, они равны, не будет дальше, то в любом случае, если те люди, которые хотят строить, на наш взгляд, в 2010 году строили эти карты, я думаю, что карту ДССР надо обновлять, на нашем уровне, Северная Сетия, я думаю, это мы будем обновлять, а там дальше, я не сказал коротко, а УИС, УИС мы тоже делали, уточнение сонно-сейсмически, занималось 1969 года, и в том же Урджоникизе, вышел Латикавказ, и все города, Грузии, там была Батумия, Кбилисия, Кутаисия, и уточнение сонно-сейсмически, вполне обыденная работа, раньше, в те времена, уточняли, на каких грунтах проявлялись наибольшие сильные условия и так далее, сегодня более серьезные работы, тем не менее, они более облегчены по среднему с ДСР, все это те подходы, которые позволяют, в общем, давать вполне достаточно надежные данные для строителей, вот это я хотел очень сказать. Владислав Борисович, спасибо большое, если позволите, пару вопросов. Пожалуйста. По поводу карт ДСР Казахстана, вы правильно понимаете, что вы принимали участие в их составлении? Нет, конечно, я не принимал. То есть, вы просто показали как пример? Нет, Казахстан это очень интересная карта, как понимали, наши коллеги, которые мы глубоко уважаем, которые считаем одной из лучших карт в настоящее время на постсоветском пространстве. Дело в том, что коллеги делали, как Ишап, делал, Булова Балитина Иванович, пусть это выделили общую карту и выиграли большую, значит, это работа, это было составление карт опасности. Я тогда видел местниковки между, например, Грузией и Северным Кавказом. В Северном Кавказе все было красным, 9-10 баллов. 9 баллов. То есть, здесь у нас были районы Грузии, осенью, то есть, самоцель может быть повышение. Вот эти местниковки были, это надо сказать, когда Ишап делали. Тем не менее, она была завершена и перепередана. После этого медианитата я была автором того, это кандидатский проект «Сайс только из науки за миры», в Магистане будет, и здесь все в 19-м. И я хочу сказать, что мы тогда сделали большие работы Армении, Азербайджан, Грузии и Осетии участвовали. Я извиняюсь, вы ответили на первый вопрос, спасибо большое, у меня просто второй вопрос еще есть. По поводу карт Вадикавказа сейсмического микроэннирования, с каким шагом вы делали исследования, именно полевые работы? Полевые работы, так как это было необходимо. Если мы исследовали верхнюю часть, это могло доходить метр-два, если мы исследовали общую, то до 100 метров там и 2,5 метров шаг расстановки приборов. Нет, это шаг расстановки приборов, а шаг между исследованиями, то есть между размотками. Не понял. Между сейсмическими зондированиями у вас шаг был сколько? То есть вы одну точку на 100 метров делали или на километр. Вы же все-таки обследовали полностью весь город, это огромная площадь. Нет, не то что полная, а там расстановка была 500 метров между точками весь город. Все, спасибо большое. Вы, Слава Борисович, если позволите, мы перейдем к следующему докладчику. Вам огромное спасибо за доклад. Всего доброго. Романов Виктор Валерьевич у нас на связи. Да, слышно меня? Да, слышно вас. Добрый день. Сейчас мы откроем вашу презентацию. У вас тоже есть? А, давайте-то давайте-то самостоятельно. Давайте сами откройте, пожалуйста. Да, мы все видим, начинайте. Спасибо большое. Так, видно, да, когда вы стоите? Да, видно и слышно. Прошу, начинайте. Здравствуйте, коллеги, так сказать. Меня зовут Романов Виктор Валерьевич, я представляю Белгородвижный институт. И тема моего доклада, так сказать, это методы инженерной сейсмо-отведки с сейсмическим микро-ренировым. Значит, несколько выдержек из нормативного документа, чтобы показать пароль сейсмо-разведки достаточно важный, сказать, значит, среди инструментальных исследований по-сейсмическим обморок указаны такими сейсмология, сейсморазведка, электроразведка, радиозатопные виды, вики, вички и методы. Но, по факту, используются методы только инженерной сейсморазведки, поэтому о них я буду и говорить. Если перечислить все инструментальные исследования, в конце мы наблюдаем обязательный метод, который называется метод сейсмической жесткости. Он является обязательным, поэтому должен выполняться при любых работах области смертки. Техническая жесткость, которая вынесена в названии метода, она такутическая жесткость, это есть способный грунт сопротивляться станению смертных волн, то есть уменьшать амплитуды волн смертного типа. Это произведение обозначается буква гамма, это произведение средней изверженной скорости на средне изверженной плотности просчетной толщины. Мощность этой толщины известна изменяется в разных травмотивах от 10 до 30 метров. И сейсморазведка дает информацию о средней скорости. Для этого применяются такие методы как МПВ метод проломленных волн, сейсмотомография метод отзонных волн, опечатка МОВ метод отзонных волн, метод поверхностных волн, и вертикальность межчика профилирования. Все эти методы реализуются модификацией в продоле поперечных волн, и плотность сейсморазведки не определяется надежда по лабораторным данным, может быть очень приближена на оцене нас на основе традиционных зависит, тоже по данным сейсморазведки. Сейсморазведка основана на изучении геологического строения, в свойстве и состоянии горизонта грунтов, верхней части отреза. Волны, которые не применяются, они возбуждаются искусственно. применяются слабоударные источники в технологии накопления разнонаправленных горизонтальных ударов. Расстановки приемников относительно короткие, это десятки, первые сотни метров, в результате получаются сейсмические записи, сейсмограммы, и в итоге формируется распределение скорости, необходимое для расчета среднеизвешенного скорости по расчетной толщине. Наиболее надежные и обоснованные результаты дают методы поперечных волн, так как их скорости не зависит от возбуждения и преимущественно используется при инструментальных исследованиях. Здесь на слайде показаны устанавливающие условия весьма сложные для сейсмо-разведки сказать, это снег, лед, шумы, которые характерны для городов, национальных пунктов, прорабоченных зон. Покажена сейсмограмма, полученная с восьми каналах сейсмограммы с правой результаты неприемное распределение скорости или динамические разрезы. Здесь остановка, здесь восьми каналах а здесь результаты пробоинверсии получают определение скорости а снизу динамический разрез. Классический основной метод сейсмо-разведки востребованных самолетов, как это метод преломленных колл. Он позволяет одновременно просрегивать скорость в нормальном скоростном разрезе. не уделяется кровли слоев пониженной скорости. Также метод не работает или покрыт асфальтом или бетоном. Наиболее оперативный метод с его помощью в короткое время формируется большой объем данных, необходимый для количества оценки влияния грунтовых условий на инферентивы демотрясений. Результатом является слоистая модель санесенными скоростями продвижных волн. Здесь показана сейсмограмма этого метода. Используются волны, выходящие в первые вступления прямые и преломленные и системы гоногровых шипов, которые обрабатываются и образуются в итоге слоистую модель среды. Интересная томография это логическое продолжение метода преломленных волн, оно заимствует подходы по предварительной обработке и получению данных. Он ориентирован на грунтовой толще, в которой скорость плавно меняется по горизонтали и вертикали. Результатом является адрес и вытягивание скорости по горизонтали и Результатом непрерывный адрес отражение скорости от Здесь на картинке показана система гидрографов, здесь результат круга инверсии, примерно мы видим контракт границы ступообразной формы, весьма сложностей по своей форме для сейсмоответки, но тем не менее удалось установить ее форму, значит, что близко к результатам гидрографа. Продолженные волны применяются ограниченно, этот метод эффективен при точении границы на глубине более 10 метров, с меньшей глубины на теголовые гидрографы, антирмонопоперечные волны, и оптимален в работе с твердым покрытием, в случае сезонного промерзания первого слоя, и на теголовом покрытием, как и для городов промышленных зон. Асфальт, бетон, асфальт, бетон, дергейский пин, покрытие. Значит, интимная скорость, определяемая по данным МОФ, как производить всю толщину от торгующей границы, поэтому, если стоит сдащи, поэтому среднеизвешенная понья определять недостаточно правильно, некорректно, ну и плюс, торгующая граница может не совпадать с партненцами расчетной толщи, будет намного выше или ниже, скрытие. Что делает результаты MOV для ТСМ5, достаточно технически обоснованными. В результате формируется одно, нарезает два значения скорости на самый глубокий отражающий горизонт. Здесь показано сейсмограмма этого метода и результат обработки глубинно-динамический разрыв. Делать такими осями выделяется отражающий горизонт. Здесь на 40 метрах отражение наблюдается, выше есть еще одно на 30 метров. И в принципе можно приближенно поровнять эффективность скорости над первой границей, поэтому вырез тридцать необходимый для отточнения интенсивного трясения. Поверхностные волны наблюдается одновременно с потольными волнами, а почти считаются помехами. Данный метод позволяет извлекать информацию и записи этих волнов. Исперсионные кривые позволяют перейти на распределение скорости поперечных волнов. Исперсионные кривая слева, справа сейсмограмма, на которой выделяется круг поверхностных волнов. И вертикальный смещик и пропилированный. Этим, это энергетический спредвесток пополнения в скважинах. Вернее, с использованием скважина источник находится в леве устье скважины, а приемник перемещается по волнов скважина в заморку. Это наиболее точный метод определения скорости, но при этом наиболее затратный прибыль с брейнией скважины в каждой точке определения скорости. Глубина исследования в основном ограничивает только глубину и скважина на 30 метров. Значит, борется на 30, надо больше, борется на большую глубину. И свободен от ограничений в других методах. Ну, еще вот здесь показаны зонды видов. Ну, и заключение к этому методу хотелось сказать о том, что в ней кислоразведка – это системный источник данных для микросейсморазведки. Она, я считаю, необходима, особенно при использовании копеечных волн. Информация нужна для шклоков. И считаю, что в ней кислоразведке, ну, как пламять неоптапно, нельзя исключать работу, выполняемую при СМС. Вот, понятно, все, что я хотел вам сказать. Виктор Валерьевич, спасибо большое за доклад. Сейчас проверим, есть ли вопросы в аудитории. Вопросов нет. Виктор Валерьевич, спасибо большое. Будем на связи. Всего доброго. Можно дать вопрос? Да? Можно... А, Виктор Валерьевич, Моислав Борисович хочет вопрос задать. Виктор Валерьевич? Да, готов. Виктор Валерьевич. Виктор Валерьевич, Моислав Борисович, Моислав Борисович, Моислав Борисович, Моислав Борисович, Моислав Борисович, Моислав Борисович, Моислав Борисович. Он совершенно не меняет, не мешает получению разреза. Наверное, вы работали... Вот если брать американский, когда многослойный, там может... Бетон, да. Очевидно, будет менять. Там понижение скорости. А для асфальта он практически движется спокойно, если достроили. Ну, наверное, вдруг более мощный, на мой взгляд. А так интересно. Мне понравился ваш доклад. Спасибо, если просить. Мало спасибо. Ну, дополняю, что мы работали по москвеской. Асфальт вообще всегда дает резкий минимум. Ну, да. Наверное, мощный. Да. Наверное. По москвеской. Да. Я имею ввиду другие, более прошлые. А вот извините, второй вопрос. Вот эти у вас какой глубины доходили? Скважины? Скважины ВСП, скажем, но до 100 метров доходили. А, ну, это нормально. Это, в общем, медминды и бесодмены. Хочу, что вы вместе вот это использовали. Уже это интересно. Спасибо. Владимир Владимирович, спасибо большое за вопрос. Виктор Валерьевич, спасибо большое за ответы. Спасибо за доклад. Давайте проверим. У нас остался один докладчик Овсюченко Александр Николаевич. Александр Николаевич, вы на связи? Да, я на связи. Добрый день. Отлично. Сейчас мы уточним, кто будет листать. Да, вы сейчас будете листать презентацию. Мы сейчас ее выведем на экран. Подождите, пожалуйста. Я могу сейчас сам ее вывести. Вот. Запускайте. Запускайте. Давайте проверим. Вот запустил ее видно? Да, видно. Так, все хорошо, спасибо. Подождите секундочку. Секунду. Да, Александр Николаевич, начинайте. Да, сейсмотектонические исследования введены в состав инженерных физиканий с 2009 года. Однако, как это делается и зачем, было далеко не всем понятно. В связи с этим во много, но, конечно, не только. Поэтому нами в Асистуте физики Земли, под руководством Евгения Александровича Робожина, был разработан свод правил детального синического органирования, где впервые на мотивном документе были подробно охарактеризованы состав, методика, цели и назначения сейсмотектонических исследований. Прикладные задачи сейсмотектонических исследований входят в два основных направления. Во-первых, появление активных разводов с получением их параметров, необходимых для проектирования. Во-вторых, разработка сейсмотектонических моделей построения карты зон ВОЗ, возможных очагов землетрясений. Зона ВОЗ при этом характеризуется параметром, необходимым для расчета сейсмических воздействий. Максимальная магнитуда ожидаемых землетрясений, глубина гипоцентров, кинематика сейсмотектонических смещений в очаге, и, естественно, положение самих прогнозных очагов. Эти направления тесно взаимосвязаны между собой, потому что в основе сейсмотектонической модели карты зон ВОЗ лежат материалы изучения активных разломов и вторичных эффектов современных исторических и палеоземлетрясений. Исследования по первому направлению выявления активных разломов с оценкой параметров прогнозных смещений обусловлены тем, что практически мгновенные разрывные сейсмотектонические смещения безусловно опасны для любых инженерных сооружений. Исследования с разрывными выходами сейсмических очагов на земную поверхность. Состав работы – дистанционные исследования, маршрутные исследования, выбор мест для детального изучения разломов в горных выработках, исследования зон разломов методами при поверхностно-разведочной геофизике, проходка и документация горных выработок, тренчинг, так называемый, что, как правило, делается проходкой траншей или канав, с отбором образцов на абсолютное датирование. Эти исследования возможно провести только с полевыми исследованиями. При этом под активными разломами принимаются диктонические разломы, активные на протяжении позднего клейстоцена-голоцена, то есть последних 100-130 тысяч лет. Это означает, что исследуются активные разломы, обеспечающие отложения и формы рельефа соответствующего возраста. В своей основе это определение ушло во все основные нормативные элементы. В некоторых из них, в ВСП-269, это уточнение исходной сертичности для транспортных сложений, его времени служат для последних 10 тысяч лет. В общем, это оправданно, потому что, как правило, мы имеем дело именно с этим при изучении активных разломов. Станционные исследования направлены на выявление специфических множественных элементов прямо или косвенно указывающих на наличие молодых титанических деформаций. Это позволяет, особенно с использованием современных средств дистанционного зомбирования, получать очень много предварительной информации об активных разломах, определить их параметры, в первую очередь, длину системы нарушений, которые вместе с кинематикой подвижки заложены в основу получения прогнозной магнитуды максимально возможного землетрясения. В процессе маршрутных исследований происходит заверка выявленных сейсмотектонических форм рельефа и прослеживание на местности с дальнейшей заверкой и исследованием геофизическими методами с целью получения данных периодического строения разреза молодых отложений, их возможной информацией выбора несколько проходов горных выводов и оценки параметров зоноразлома на глубине, в первую очередь, общей длины и пространственные параметры геофизии. Тренд подразумевает проходку горных выводов и детальную документацию стенокраншивей, шлангов и так далее, со основной целью выявления и прослеживания фрагментов древней системы поверхности с выявлением и оценкой параметров геофизии. Так определяется величина пинематика и сейсмотектонических исследований. Александр Николаевич, я извиняюсь, проверьте, пожалуйста, ваш микрофон, прерывается связь. Вот так лучше слышно? Сейчас лучше. Хорошо. Здесь перечислены конкретные параметры активных разломов, которые получаются в результате проведения специализированных исследований активных разломов. В первую очередь, местоположение в детальном масштабе, кинематический тип направления смещений по разлому, ориентировка падения сместителя, средняя скорость смещений, характер смещений, импульсные сейсмотектонические или гриповые и величина прогнозных сейсмотектонических подвижек вертикальной и горизонтальной плоскости. Эти параметры используются в проекте для прогнозирования возможных разрушений строительных объектов на основе сейсмотектонических данных. Второе направление – разработка сейсмотектонической модели построения карты зонбоз. Все это используется уже для расчетов сейсмической опасности и расчетов сейсмических воздействий. Это получение сейсмотектонической основы, основы в которой характеризуются источники прогнозных сейсмических воздействий. При этом очень важно, что наличие или отсутствие ярко выраженных активных разломов на поверхности далеко не всегда прямо отражает уровень сейсмической опасности. Поэтому для локализации зонб возможных лечебных взаимотрясений необходимо проведение широкого комплекса исследований. При этом очень важно, что эффективность этих исследований во многом обеспечивается соблюдением стадийности. Исследования проводятся в три этапа. На первом этапе производится сбор исходных материалов и создается региональная сейсмотектоническая база данных. На втором этапе – полевые исследования. Третий – обобщение всех собранных материалов и интерпретация и разработка сейсмотектонической модели с составлением карты зонбоз. Разработка – сбор исходных материалов. Это включает совместный анализ всех имеющихся граны по геологическому строению, сейсмическому режиму, неотектонике, истории развития рельефа в глубинном строении, напряженном состоянии и современным движениям земной коры, а также дистанционные исследования, то есть дешифрирование материалов, дистанционно зонирование космоснимков, цифрового рельефа и так далее. Здесь я это все продемонстрирую на примере исследований в районе Советской гавани. За основу берется сейсмотектоническая модель карты ОСР. Но она в процессе проведения детальных исследований может существенно детализироваться и даже быть полностью пересмотрена, потому что масштаб ДСР не отвечает конкретным сейсмотектоническим условиям того или иного региона. Кроме того, он используется, как правило, на основе материалов сейсмологических данных инструментального этапа наблюдения. А это всего лишь 50-100 лет. При этом период повторяемости землетрясений используемой и при общем сейсмическом районировании, и при детальном сейсмическом районировании это 500-1000 или даже 500-1000 лет. Таких каталогов для территории России нет. В связи с этим необходимо проведение специальных палеосейсмологических исследований, то есть изучение следов очагов сильных исторических и палеоземетрясений. Разработает сбор исходных данных. Это анализ тектонического строения, сейсмического режима, взаимосвязи очагов землетрясений с тектоническим устройством региона, анализ имеющейся информации о неотектоническом строении, то есть о новейших тектонических деформациях, их взаимосвязь опять же с сейсмичностью, анализ имеющихся материалов об активных разломах региона. Вот здесь вот это все демонстрируется неконкретными материалами, собранными для конкретного региона, которые показывают, что в целом вот куда нет вниз, изученность нашей страны крайне низкая. Это демонстрируется большим разнобоем в рисовке карт активных разломов и степенью их изученности в целом. Ну, к примеру, вот здесь вот очень сильная в этом регионе очень сильная, очень разная степень изученности между материковой частью Дальнего Востока и Сахалином, где это связано прежде всего с нефтегорским землетрясением и активным строительством нефтегазового комплекса. Активные разломы там изучались, раскапывались, получены очень многие параметры источника сейсмических воздействий. В отличие от материковой Сахалина, где такие исследования можно просто пересчитать по пальцам. Александр Николаевич, извиняюсь, у вас 5 минут осталось. Да, 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 хорошо. Здесь я просто продемонстрировал исходные материалы, используемые для разработки сейсмотектонических моделей. Это напряженное состояние, это современные движения земной коры на примере конкретного региона. Анализ глубинного строения, который показывает нам конкретные глубины неоднородности, которые могут являться точками сильных землетрясений, анализ геологического строения, дистанционные исследования с выявлением зон возможных активных разломов, их заверка в процессе маршрутных сейсмотектонических исследований и проходка и документации горных выработок с определением прогнозных сейсмотектонических смещений, которые наряду с данными традиционного и формализованного подхода к оценке максимум вложатся в основу определения параметров зон ВОЗ. В первую очередь для этого используются параметры прогнозных подвижек и длины сейсмотектонического разрыва вместе со всеми остальными исходными данными. Основной итог – это разработка уточненной сейсмотектонической модели с прогнозными источниками эссимических воздействий и определением их параметров. Здесь я это рассказывал очень коротко для того, чтобы дать представление о том, как делаются сейсмотектонические исследования. Благодарю за внимание. Александр Николаевич, спасибо большое за доклад. В аудитории вопросы есть? Сейчас секундочку. Александр Николаевич, можно один вопрос? Да, да, да. – Да, да. – Здравствуйте, Александр Николаевич. – Здравствуйте, Александр Николаевич. – Здравствуйте. – Я это, последнее, я знаю, это Якутипо в этом году на работе. – Да, да, да. То, что вы говорите, может это вопрос, может нет, но я хочу сказать, что работы по подобному плану даже, конечно, продолжены в большом объеме, потому что именно это позволяет эти карты утащить, и эти ошибки, которые происходят на картах, чтобы их не было. В этой связи мне очень интересно было бы, когда вы предполагаете, или будете ли работать по Северному, Кавказу продолжили, как вы представляете? Потому что это очень важно, особенно в таких местах, где неоднозначна какая-то реакция потребителей и так далее. Спасибо. Владислав Борисович, большое спасибо за вопрос. Вот сейчас, благодаря Рустаму Тагановичу, продвигается идея с детально-сейсмическим районированием Дагестана. Ну а вот конкретно, вот такие вот работы мы ведем уже просто по науке, в научном направлении. Опять же, да, это усиливая и расширяя знания о сейсмотектонической основе для карты УСР. А конкретно у вас, в Северной Осетии, мы собираемся поработать буквально недели через две. Мы с вами свяжемся по этому поводу. В ноябре мы собираемся поработать, но уже в придворной части Северного Кавказа. Мы очень рады, значит, обязательно тогда, Александр Николаевич, встретимся, поговорим о задачах у нас, как бы о том, чтобы развить это на Северный Кавказ, который вот нас касается, на Северный Кавказском. У нас это действительно очень, не случайно, вы знаете, очень болезненные правительские северные 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 северные. Добрый день. Да, вопрос хотел задать, какой интересный, как всегда, доклад, с удовольствием всегда слушаем вас. Школа Райбожина очень известная. Скажите, пожалуйста, вот тут вопрос, у меня даже два вопроса такие. Опять поднимается вопрос, буквально вчера на униситут пришло письмо об этих бедных картах УСР 2016-2015. А вообще, как ваше мнение, имеет ли смысл менять там шило на мыло, да, с одной стороны, почему мы же знаем недостатки определенные и тех, и других карт, и какие тонкости у них есть. Значит, вообще, как ваше личное, как специалисты отношения к этой проблеме? Понятно, да, стоит ли, стоит ли брать за основу? Да, да, да. Скажу коротко и прямо, УСР 2015 гораздо более адекватная карта. У УСР 2016 замешано очень много посторонних факторов, это все можно продемонстрировать. По Волжским регионам, там ни с того ни с сего, это вот лишь один из примеров, по Волжьям считался сейсмоактивный регион. На это вошло и в карту УСР 2015. На карте УСР 2016 этот регион выглядит асейсмично. Откуда это взялось? Чего? Тут можно раскапать все это очень долго, но выясняется, что из каталога землетрясений убрали все исторические, во-первых, землетрясения, ну и даже инструментальные. Ведь там же происходит землетрясение, и в наши дни Альметьевское землетрясение уже вызвало, это вот было буквально несколько лет назад, эффект 6 баллов. То есть это уже не 5 баллов, прогнозируемые по карте УСР 2016. Сняты с каталога исторические землетрясения, а ведь там же проводились серьезные исследования. Многие годы, это же, ну там была настоящая битва за то, чтобы доказать сейсмичность, в общем, русско-платформа в целом и по Волжье конкретно. И вдруг выясняется, что сейсмичности там нет, землетрясений там не происходило, регион асейсмичный. То есть карта УСР 2016 имеет множество противоречий, несмотря на несовершенство обоих карт, то тут в любом случае лучше оставлять, конечно, УСР 2015. Но по большому счету это нужно, конечно, идти к созданию новой карты УСР. Но вот для этого, для того, чтобы сделать ее действительно на каком-то принципиально новом уровне, необходимо серьезное отношение к карте источника этмических воздействий. Материал, имеющийся у нас на территории России, ну это, можно сказать, Россия, это одно плашное белое пятно. Это выясняется при детальном сейсмическом районировании на конкретных объектах. Вот один из примеров, который я показал вот там такой. Спасибо. Концепционально, значит, мы тоже поддержим наш институт, во всяком случае специалисты института поддерживают эту позицию. Более того, когда проводили форум в Казахстане, если вы помните, с казахстанскими специалистами, Владислав Борисович как раз этот вопрос все веломодерировал, когда казахстанские ученые очень удивились, они говорят, мы сразу видим, что на ваших картах в Азербайджане не учтены то, что учтено в наших приграничных зонах, и которые очаги влияют на вашу территорию, на нашу. Кстати, та же самая проблема, мы сейчас были на большом форуме в Азербайджане, они говорят, что по Северному Кавказу тоже не учтены многие вещи, которые на границах Азербайджана проявляются, и эти недостатки очевидны. Это так, я в качестве информации. Но у меня другой вопрос, более, так сказать, приземленный. В последних докладах, особенно последние два года, Евгений Александрович Рогожин приводил такие интересные карты, интерактивные карты. Он вообще был в позиции, его изменилось с точки зрения организационно-методических принципов подхода. Он предложил, что ввиду того, что территория Российской Федерации большая, подойти к нему, как квадратно-гнездовому методу, например, выделить определенные зоны большие, для них делать ввиду того, что затраты, так сказать, на создание новых карт зонирования, он называл их и согласен, он стал, что это зонирование должны быть, карты, не районирование, но более подходящие с точки зрения градостроительной задачи. Есть статья даже на эту тему. А второе, он сказал, что нужно делать такие интерактивные карты, и путем накопления информации, держателем, конечно, может быть, и должен быть ПОФЗ этих карт, но он наводит туда дополнительные факторы автоматически, чтобы они мешали, не менялись во времени. А вот как вы относитесь к этой идее, и возможно ли, и как быстро, и эффективно создать фрагмент карты, и для какого региона это можно было сделать эффективно, быстро? – Большое спасибо за вопрос. Но тут можно сказать, что идея, конечно, очень-очень хорошая, так или иначе к этому придет, но технически она очень сложно осуществима. И сейчас это вот, когда начинали, было обсуждение, да, как это делать конкретно, чего именно. Вот возникает множество разных вопросов, и поэтому это еще далеко от своего выполнения. Самое главное, что нет лидера, который мог бы все это объединить и четко направлять задачу. Вот пока что не хватает прежде всего этого, лидера, который мог бы взяться за это. Но то, что касается нас, то это дело не оставлено, оно продолжается. И я вижу сейчас, вот путь в современных условиях сейчас, которые при отсутствии поддержки, потому что тоже еще нужна мощная государственная поддержка для всего для этого. Нужно создавать рабочий коллектив. Много людей, которые будут заниматься только этим. Мы такой вот должности сейчас не имеем. И вот в этих условиях я вижу продолжение работ по детализации сейсмодектонической изученности конкретных регионов. Поэтому беремся для выполнения таких исследований в прикладных целях. Вот я сейчас показал пример Дальнего Востока, Приморья, Сахалин. Также мы провели этим работ, и в этом году работы в Северной Якутии, Забайкалье, очень слабо изученный регион. В Кавказ работа продолжается и там точно так же. Ну а то, что касается тестового региона, то я думаю, нужно продвигать вашу идею, идею Иракорна тоже, с автодетально-симического районирования Дагестана. А можно это на уровне Северного Кавказа целиком поставить проект? На уровне Северного Кавказа такая работа вообще-то, как говорилось, сделана была. Ну я понял, то есть... А, когда он у меня эту тему, и Лучиков тогда сделал, но это было такое приблизительное. Надо бы сделать, попробовать, хорошо, получится, я думаю. Спасибо большое. Ну, если вопросов нет, я его передаю модератору. Александр Николаевич, спасибо большое за доклад. Будем с вами прощаться на сегодня. Всем докладчикам на сегодняшний день благодарность объявляем. Секцию на сегодня закрываем. И я передаю слово Рустаму Тагановичу Акбиеву. Коллеги, у нас предполагалось проведение еще круглого стола на тематику, вам известную. Хотели рассмотреть несколько вопросов, я сейчас продолжу. Несколько вопросов, связанных на самом деле, которые бы были интересны чисто в практическом плане. Расскажу какие-то вопросы. Один из вопросов как раз был, вот сейчас он опять выходит, становится злободневным, пока там ОСР-16-15. Так же вся история, ну, это не наша аудитория относится на конструктора, строители. Есть проблема, связанная с составлением нового технического задания на изменение СП-14-13-300. Но здесь мы решили поступить следующим образом. Мы буквально сейчас подготовим вам само техническое задание, все-таки официально его получим от ФАУ ФЦС. И подготовим перечень замечаний, которых уже много. Грановский должен был о них рассказывать, вот, другие коллеги. Значит, ну, мы сделаем просто в рабочем порядке сводку. Она чисто практическая работа. Все мы вам разошлем, посмотрите, добавите и выскажите свое мнение. А третий вопрос, который мы хотели рассмотреть. СП по навесным фасадам и ГОСТы, оно сейчас идет в публичном обсуждении. Мы тоже самое сделаем сейчас сводку замечаний и свою позицию выстроим. Ну, во всяком случае, специалисты, которые это знают, разошлют всем заинтересованным конструкторам, строителям. Значит, и тоже получим какие-то эти. То есть, как бы работа на сегодняшнем дне не заканчивается. Давайте возьмем еще две недели для того, чтобы завершить и резолюцию, и все остальные вопросы. Главный вопрос. Представьте свои предложения по конкретной тематике для внесения в резолюцию. Резолюция – это, в принципе, рекомендательный документ, в котором обозначены болевые точки и предложения по методам их решения. Теперь остался еще один вопрос, который мы хотели доложить, но мне кажется, что сходу будет очень трудно освоить эту идею. Идея заключается в том, что Международный союз конструкторов-строителей, первое, однозначное решение, принято еще до нашего съезда. Он, по сути дела, формализуется в виде общественного объединения без всяких финансовых вопросов. И любой конструктор-строитель может стать членом объединения и участвовать на всех этих проектных площадках. Значит, открывается специальный сайт, где будут опубликованы, во-первых, все наши конференции, которые мы проводим, информация о всем, всех конференциях, которые проводятся, где бы то ни было. Поэтому от вас любая информация, которая есть, присылайте ее. Мы будем ее на единой методологической основе систематизировать, публиковать на сайте, чтобы, заходя на этот сайт, просто знали, где что происходит. В Владивостоке, в Казахстане, в других местах Международный союз конструкторов сформировался. Сейчас сформируется система территориальных подразделений. Сегодня я могу с гордостью сказать, в Екатеринбурге появилась у нас точка и будет модератор просто этого направления. Если что, здесь она присутствует. Вышла Галина, это Галиева Анна Борисовна. Ну, эту отдельную информацию мы будем публиковать. Это никакие не привилегии, это огромная ответственность человек, который просто взялся на общественной основе пытаться развивать какое-то движение. Дальше все идеи, все предложения будут публиковаться на нашей сайте interconстрой.com. Одна из идей, которую мы продвигаем, сообщество конструкторов-строителей становится единым с точки зрения, кто работает на сейсмоопасных территориях. Они становятся членами Евразийской ассоциации и тоже двигаются в вопросы сейсмики. И вот здесь возникла одна достаточно простая идея. Мы ее пытались в последнее время мягко, так сказать, продвигать. В 2010 году мы вышли с идеи, считая, что ее правильно, что нужно создавать единые стандарты организации. То есть стандарты инженерно-конструкторской деятельности. Объявить зону территорий интересов этого сообщества. Ввиду того, что мы все не успеваем наблюдать за этим процессом. Мы можем формализовать, смотреть, что происходит, с какими нормами, как они дальше двигаются, обсуждать их в едином формате, давать единые заключения. Вот мы попытаемся наладить в ближайшие полгода эту работу для работы и взаимодействия. Таким образом, вы будете включены желающие в этот процесс. Желание достаточно простое. Мы пошли по пути простого. Все участники нашей конференции, интерконстрой, они формально становятся членами нашего объединения. Для этого нет никаких требований особых, кроме того, что они будут получать информацию и участвовать в процессе. За счет активности в этом процессе будут какие-то дополнительные решения приниматься. Если мы решим формализоваться более глубоко, там, в юридическое лицо, это будет приниматься уже с их участием. И там они будут принимать свои решения. То есть мы считаем, что профессия конструктор-строитель, она должна идентифицироваться и продвигаться как единый большой тренд и идея международного сотрудничества, в котором Россия может восстановить, так сказать, свою какую-то координирующую роль. А теперь, исходя из этого, был один из вопросов круглого стола о единой системе стандартов. Но мы решили вывести это в отдельный круглый стол, потому что это интересует и сейсмологов, и других коллег. И я вам расскажу о структуре этой системы, которую мы подготовили, как она работает, где уже что есть, и дальше перспективы ее развития. Пока мы сейчас формируем эту идею на базе партнеров, которые уже что-то сделали. И в рамках, так сказать, презентации этой системы мы вам покажем, что на сегодняшний момент разработали с казахстанскими коллегами новую версию. Пока сырая версия, новый концептуальный подход к СП-1413-330, называется строительной сейсмостойкой конструкции зданий и сооружений, которые учитывают принципы гармонизации норм с евростандартами и положительный опыт Казахстана, Армении и других стран. Это совершенно, так сказать, предложение, такое инициативное, разрабатывает руководитель коллектива разработчиков, это тот же специалист Абаганов-Перкен Сейд Касымович с казахстанской стороны, который был разработчиком казахстанских норм, который тоже видит много направлений, как они могут совершенствоваться. Кстати, казахстанские нормы с этого года не действуют, они переходят на еврокоды, так что положительный образ казахстанского норм, который основан на 2.7.81, нам будет полезен рассмотреть, и мы получаем новую площадку движения, так сказать, не в зашоренном варианте, а в новом каком-то движении, то есть становимся на одну площадку с коллегами, с их положительным опытом. И у них есть там много вопросов, которые требуют доработки, доразвития, а может быть даже пересмотра, ну, возврата к каким-то вещам, может быть более полезным. Но самый главный вопрос, мы увидели там два положения очень важных. Господин Шестоперов, вы знаете, известный специалист в области транспортного строительства, сейчас в рамках своих этих предложил разработать систему стандартов для транспортного строительства, то есть новую совершенно, он исходит из позиции достаточно простой, что вот, чем мы сейчас примерно начинаем подходить. Представьте себе, я считаю, вот я работаю в градостроительном ведущем институте, считаю, что нужно перейти к новой концепции вообще осознания того, что мы делаем. Мы не строители с вами, а градоустроители, то есть это конечная наша цель, благоустройство городов и все остальное. Тогда появляется понятие такое объект градостроительной деятельности, кстати, в нормах, вернее, в законе Москвы, он есть уже, этот термин. То есть это территория и объекта капитального строительства, и объекта недвижимости, и вопрос реконструкции к объектам недвижимости предъявляется, объект капитального строительства, и вот эти границы движения туда-сюда нужно как-то четко отрегулировать в рамках технического взаимодействия. Почему? Потому что существующие здания в сейсмических районах, они все-таки должны проектироваться с позиции рисков, вводить в систему гарантирования, это вот традиция. И исходя из этого назначаются и коэффиксенты, и исследования, и все остальные. Это вот как бы общая тенденция. Тогда, если мы подходим к этой тенденции, мы берем за основу Городостроительный кодекс Российской Федерации, а там первым пунктом, первой статьей написано, что такое градостроительная деятельность. То есть первым базовым стандартом этой системы нового типа, ну то есть новой структуры, на самом деле мы не меняем ничего, мы просто упорядочим ее, является объект градостроительной деятельности, то есть градостроительная деятельность в сейсмических опасных районах. Основные положения, то есть расположение зданий, где строить можно, где нельзя, где можно при определенных условиях. То есть часть положений нашего СП-1430-1330 уходит именно туда, и добавляются положения, которые раньше были в нормативах градостроительного проектирования, где они сейчас теряются. Тогда второй стандарт, который мы будем продвигать, это стандарт общей термины определения, то есть нужно в единую систему включить сейсмобезопасность, сейсмоустойчивость, сейсмориски и все остальное, увязать их между собой. И таким образом появляется единая терминология. Она у нас будет реализована в рамках ЕИС сейсмобезопасность, которую мы запускаем со следующего месяца, и вы тоже сможете по ней поучаствовать. Там будет специальный раздел терминология, мы туда закачиваем все действующие терминологии, которые есть официальные, посмотрим противоречия между нашими нормами, глоссарий сделаем. Вот это вот работа такая рутинная, огромная, но нужная, которую нужно провести. Ну и в рамках вот этого есть очень положительный опыт наш коллег ЦВС, они выступили инициаторами разработки специального, одного из стандартов в будущей системе, называется, так, сейчас, как он называется, специальной системой системной защиты, правила проектирования, устройства и эксплуатации. То есть это полностью опирающийся на принципы еврокодов наш нормативный документ, который будет реализован, он разработан, тоже мы его опубликуем на нашем сайте, где будет специально обсуждаем документы и все документы, технические задания, все-все, что будем получать, мы будем там публиковать и ждать ваше мнение. Вот в принципе, о чем мы хотели поговорить, но мне кажется, что бесполезно сейчас разговаривать, потому что это настолько широкая тема, что ее нужно сузить на узкие понятия и заняться, так сказать, несколько еще просветительской работой. Почему мы это делаем? Потому что нужно поспорить на эту тему, нам обязательно нужно мнение, но концепцию, как бы я в трех словах, вот, в общем-то, объяснил, она логичная, понятная. И почему мы попали в точку? Потому что сейчас готовятся изменения, вот, во-первых, есть положительный опыт, абсолютно положительный опыт, я считаю, АРСА, Ассоциация Стального Строительства. Мы считаем, что перестать надо тратить деньги на ненужные документы. То есть, если мы хотим внести изменения какие-то документы, нужно сначала опробировать их на какой-то площадке, а это система стандартов, может быть, и они должны хотя бы поработать с ними. Например, создание казахстанского норм, на базе казахстанских норм стандарта, она позволит сразу нам пользоваться казахстанской нормой, как нашим документом, хотя бы сравнивать в процессе проектирования уже эти вещи. Ну, кто хочет, кто не хочет, ну, пусть не пользуются. И оказывается, в законе сейчас, если кто-то тенденции внимательно смотрит, в закон о стандартизации вносится такое понятие, достаточно интересное, что как раз меняется система технического регулирования, будут развиваться в рамках евразийского пространства системы модельных законов, это вообще есть практика уже такая, сейчас о ней пару слов вам скажу. А второй пункт, значит, стандарты именно такого типа, о которых мы говорим. То есть стандарты организации, стандарты национальные других стран, они должны в какой-то системе адаптироваться к нашей системе и могут применяться. Вот мы в этом направлении, я думаю, что совместно как-то поработаем, подвигаемся. Теперь о модельных законах. Дело в том, что, например, закон о сейсмобезопасности России нужен. Почему? У нас проблема достаточно серьезная. 30% территории всего сейсмоопасные. Но, получается, это не федеральная проблема. Она очень серьезная и не федеральная. А раз она не федеральная, значит, СП и статус вот этого типа мы никогда не понимаем. Это вообще базовые нормы, ну то есть основополагающие документы, на которые должны ориентироваться все увязцы. Почему казахстанцам легко? Они сделали систему, они все в сейсмике, они говорят, у нас вся территория сейсмики есть, пониженная и повышенная. И поэтому у них все легко получается. У армян еще легче, потому что они вообще полностью там с восьмерки и выше. А у нас получается не федеральная проблема. Да, и мы не знаем, вот когда разрабатывают, бедолаги наши, а как их красиво назвали, норма... Да, нормообразующие научные организации. Они не понимают этих вещей, что нужно, когда разрабатываешь СП, нужно было прописать все СП, которые одновременно вносятся в предложение туда. Либо ссылки сюда, либо ссылки туда. А они вот смотрят вот сюда и деформируют норму. Я назвал это слово, хорошим словом, деформация нормы. Взял там молоточком, раз, толпанул, раз, не получается. Раз, в той стороне толпанул норму. Вот. И получается, в данном конкретном случае мы получаем деформированные нормы. Я по многим позициям могу прямо СП показать, где деформировано. У казахстанцев не сделано этого, потому что они бережно к ним отнеслись. И они его концептуально переработали. Они установили три границы применения этих норм. Граница номер один, очень четкая, применяется обязательно. Притом они сказали, у них СП называется гражданские здания, относится только к гражданским зданиям. Если они все транспортное строительство это отдельно, все остальное, если они используют гражданские здания, они просто этим СП пользуются. Шестоперов тоже говорит, коллеги, давайте посмотрим на объект железной дороги Владивосток до Москвы, как на линейный объект, в котором находятся гражданские здания и сооружения. И тогда концептуально изменится наше вообще понимание этого вопроса. То есть должен быть единая система классификации объектов, как раз градации нормальный уровень ответственности и повышенный уровень ответственности. Давайте мы еще разделим на категории сейсмической безопасности. То есть уровень. Например, детские сады, по сути дела, это сделано у нас в разных формах. Это таблица 6, например, о которой все ссылаются. Детские сады, это нормальный уровень ответственности, но более высокого уровня ответственности, чем другие. То есть для них нужно делать чуть-чуть больше исследований, чуть-чуть больше расчетов. Расчеты должны быть чуть-чуть другими, добавочными и все остальное. У казахов это сделано в неявной форме. У них на самом деле 9 разделений этих, вот в рамках нормального и повышенного уровня, 9 разделений уровней. Это по социальной значимости и национальной безопасности, там на 5 разделены. И многоэтажные здания разделены еще на 4 группы, в зависимости от степени риска де-факто. То есть количество возможной гибели людей. А третий вопрос вообще уникальный. У них есть приложение, которое говорит, вот есть регулярные здания, есть условно регулярные здания, а есть нерегулярные здания. И вот если вы регулярными зданиями, вот минимальный объем, который можно делать и работать. Проектировщики 90%. Условно регулярные. Вот вы можете пользоваться этим, вот сделайте дополнительно то-то-то. И вот такие коэффициенты. А если нерегулярные, эти нормы не работают. Делайте науку и делайте сопровождение. Как бы здесь я точку еще поставлю, я просто вам с неким опытом моего анализа говорю. Ну и главный вопрос модельный кодекс. Мы категорически сопровождение, выделение в ее какую-то идеологию. У нас есть федеральный закон о научно-технической политике. Да, эта система нужна. Но она работает при нескольких условиях. Организация, которая занимается научно-техническим сопровождением, это как правило организация, не занимающаяся проектированием как основным видом деятельности. Она стоит над схваткой. Это экспертная организация, научно-техническая экспертная организация, которая решает вопросы и помогает. И вот здесь вот я не соглашусь с коллегой, вот Николай Николаевич мою позицию знает, нужно разделить четко научно-техническое сопровождение на две задачи. Задача ОТК, ну когда ты просто дублируешь то, что делает менее квалифицированная команда и возможные недостатки выявляешь, как более квалифицированная команда, делаешь эту же работу, альтернативный метод расчета и все остальное. А есть, когда твои работают наукой, элементы творчества. Это исследование, изыскание, использование других методик, рисков, моделирование. Ну то, что в техническом регламенте прописано. Тогда должен быть механизм достаточно простой. Мы сегодня тогда приходим, что должны появиться у нас некий список организаций или состав организаций, которые соответствуют определенным критериям. Эти критерии нужно установить. И я, когда изучал опыт других стран, мировой фото, он у нас однозначно решен. Эту ситуацию нам не разрешит государство однозначно. Не разрешит, не разрешаю, а, словом, я не могу разрешить. Вот от этого. Почему? Потому что, с одной стороны, если формализовать процесс, мы попадаем под росаккредитацию, ну а денег слишком мало в этом бизнесе, росаккредитация, это неинтересно. Во-вторых, научно-техническая экспертиза не подлежит стандартизации, потому что наука, как таковая, не подлежит стандартизации. И бред разрабатывать на него свод правил по научно-техническому, за исключением правила оформления или требования состава и содержания отчета. И требования, ну как у оценщиков выстроены, у них есть федеральный стандарт оценки, у них есть требования к специалисту, требования к отчету, в форме отчета, содержанию отчета и требования определенным методом. Вот и все. То есть, вот, либо по этому пути нужно идти. То есть, это нельзя сделать свод правил. Вот мы проводим научно-техническое сопровождение, взял и провожу. А и тогда возникает вопрос. Берем норму технического регулирования. И вот здесь очень интересный факт, коллеги. Получается, что норма технического регулирования идет на услуги, когда мы говорим. Если продукция, это государственная система, то есть, обязательная система и необязательная. Ну, это добровольная, так называемая. Добровольная это что? Это некие системы, которые могут создаваться профессионально-общественное объединение и приниматься государственными в качестве основы. Есть государственное чисто, как у нас негосударственных экспертов, регулируют государственными способами. Это называется государственная система регулирования. Здесь понятно, здесь интересы государства, и поэтому это надо сделать. Ну, то есть, определенный тип объектов. Негосударственная экспертиза. По идее, вот здесь недоработанный механизм, они используют с превышением механизма, то есть, технический закон ФЗ о техническом регулировании неправильный. У нас же написано, услуга это только на добровольной системе. То есть, должна быть создана инструмент добровольной системы. Ну, типа СРУ, я бы так условно назвал. Ну, СРУ у нас тоже нельзя, он дискредитирован на абсолютный институт. Почему? Потому что в 215 законе он там был правильный, там могут объединяться физлицы, объединяться юрлицы, колхозы. И главный председатель колхоза собираются и используют эту организацию для интереса своего колхоза. На это пошли, предполагая, что пока колхозы будут между собой конкурировать внутри этой организации, что-то создадут. Ну, это не очень работает по большому счету. Я без обид, я просто выступаю сейчас как специалист. Стоящую основу саморегулирования, мы сами были инициаторами создания организации, но не пошел дальше. Почему? Потому что было неудобно. Ну, профессиональное сообщество, ему трудно управлять вообще, просто руководить очень трудно. И профессиональное сообщество не допустит некомпетентного специалиста руководством собой. Ну, как бы правило, два вот этих, они очень сложные, их вот очень трудно отрегулировать. Поэтому здесь могут быть какие-то очень интересные механизмы аккредитации. Ну, например, может две организации выступить или три заинтересованных организаций. К примеру, АРС, Международный Союз Конструкторов устроителей, создать единую систему аккредитации. Аккредитация это на самом деле доверие. В большом счете. Профессионально-общественная аккредитация это доверие. То есть, на самом деле, они не говорят о том, что это конкурентные преимущества, это доверие и соответствие каким-то показателям. Вот эти показатели нам нужно будет вместе с вами и установить. чтобы вот эти границы между научно-техническим и организационно-методически-техническим разделить. Вот такие задачи мы ставим себе на текущий год. А последнее я хотел бы завершить свое выступление. Благодарность вам всем, что нашли время в этот период поприсутствовать с нами. И вы можете активно поддерживать это движение, давать свои идеи. Сейчас главная наша задача, чтобы все мероприятия, которые проходят в Екатеринбурге, в Ханты-Мантийске, попадали в единый портал, чтобы мы просто не тратили время на размножение площадок и всего остального. Наши площадки все известны. Это три уже сформировавшихся бренда, под которыми подходят в разных мероприятиях в Казахстане, в Азербайджане. Сейсмо, это сейсмо-безопасность в чистом виде. Второе, Интерконстрой, вы его знаете, у нас были уже мероприятия Интерконстрой, значит, Крым, Интерконстрой другой, то есть, может быть, отдельно проведены там, вот Красноярск, я видел коллегу, сейчас давайте проведем Интерконстрой Красноярск. Неважно, кто организатор, ему готовы поддержать любой проект. Сейчас мы поддерживаем проект, когда нам обратился Кличко по цунами, мы выступили, дали своих лекторов, дали свои площадки, поддержали их. Сейчас Залишвил Владислав Борисович по опасным оползневым процессам провел площадку, мы тоже поддержали, как Союз конструкторов и как Евразийская ассоциация, наши коллеги поддержали. То есть, минимальным усилием просто делать на своем месте все, что можем. Ну, а в заключении, так сказать, вишенька к торту, значит, мы вам разошлем опросные листы, какие доклады вам больше всего понравились, вводятся с этого мероприятия. Седьмой, опять же, я говорю, форум прошел у нас сейчас, и мы завершаем его работу. Почему? Потому что, в принципе, опять повторяюсь, кто не был, ЦНИП Минстрия России был инициатором создания этой площадки. Первое заседание 100 плюс прошло у нас, ну, в смысле, оргкомедитра, для кого это, об истории, если говорить, у нас, здание ЦНИП градостроительства, раз. Вот. А потом, получился удачный опыт 2014 года, в 2015 году мы вместе с ними сделали секции, а в 2016 году мы уже стали формализовать площадку как интерконстрой, которая работает персонально внутри. Одно из предложений у нас будет на следующий год попробовать предложить объединить все-таки все конструктивные геотехнические вопросы в рамках наших вот этой единой системы, чтобы мы могли на всех площадках поучаствовать. Ну, и последний вопрос, который как раз я, наверное, отвлекся чуть-чуть. Значит, ждем от вас предложений, и вот сейчас мы хотим, чтобы... Где у нас Алексей Викторович потерялся в самый нужный момент? Ладно, пока он подойдет, вы его дойдете. Он сейчас разыграет все-таки. Я вам рекомендую всем вам все-таки, если кто даже не дал визитки, сейчас еще бросить. Вы всегда можете эту визиточку потом, если вы играете, дать своим ученикам, знакомым, чтобы они поучаствовали в обучении. Это хороший опыт поддержки со стороны Лира. Значит, дальше координационный совет нашего объединения на самом деле приглашаются все представители крупных институтов. Значит, мы... Ну, он просто координационный. А вообще вся эта площадка создана была в том числе благодаря и в первую очередь всем производителям программных средств. Ну, не всем, а всем известным. Лирософт я хотел поблагодарить отдельно. Давайте похлопаем. Техсофт вчера выступал представитель. Можно тоже поощрить их, так сказать, похлопать. Скат программный конкурс. Лира Сапр наших коллег и Иерософт. Значит, то есть все мы много сил приложили для того, чтобы эта площадка как бы ожила, она самостоятельно вот живет у нас. И сейчас Алексея Викторовича попросим провести наш конкурс. Давайте я буду считать это закрытым официально нашим. и любой желающий в каком виде, ну, наверное, самый нейтральный лицо. Организаторы красивой девушки у нас есть? Кто-нибудь здесь? Девушки? Девушки? А, вот вы, да? Давайте. Подойдите. Выбирайте. Пять, да, карточек? Шесть. Ну, давайте уж семь. Шесть нехорошее число. Шесть. Это ставить парень. Ну, давайте. А какая? Кому вы дали? Вы взяли себе, что ли? Нет, я бы вырадил. А. Выбирайте любые. Семь штучек. Ну, что, подведем. Читайте, коллеги. Знаете, когда просит? Я знаю даже, кому дать. Я дам самому молодому своему ученику. Слово отправили основание. Внизу. И... С... Слон. Слосо. Сергей Петрович, вы, наверное, знаете, Статьяна Викторовна. В общем, если он нас услышит, мы сейчас в резолюцию все равно это включим, мы попытаемся его... А эта бумажка, а электронка тоже есть, да? Ну, вот по электроночке тогда вы передайте все Татьяне Викторовне. Есть кто-нибудь, кого объявили? Гасиев, Азават Абдуллахович, давайте, подходите. И, если можно, может быть, сфотографируйте Татьяну Викторовну. По одному, по одному. Хорошо, ну, тогда, может быть, по одному вот просто возьмите, сфотографируйте вручение сертификата. Видите, мы даже этого не можем делать, мы себя даже не можем. Давайте, давайте вот сертификат. И мне дайте один, я же тоже... Так, не-не-не, а кто... Сергей Петрович? Татьяна Викторовна. Послушайте, вы объединились, что я делаю? Скажем себе, вот так. Это гитару... Это вся... Это гитару... Коллеги, огромное вам за все спасибо. За то, что верите в нас, за то, что поддерживаете нас, за то, что мы вас ждем. Пишите, друзья, приглашайте. Давайте используем правило шести рукопожатий. И все, кому вы пожмете завтра, послезавтра конструкторам, просто скажите, пусть они зарегистрированы. Мне очень нравится фраза и лозунг любой организации, которая находится в пути в настоящем моменте, значит, когда начинается в таком пути, возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке. А это великий Ахуджава. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»